А вот и мы. Да. Всем добрый вечер. Карлсон что-то не хочет убираться. Да. Это было случайно. Ничего страшного. Рада приветствовать вас на нашем вебинаре. Громкое название вебинар, конечно. Но, тем не менее, мы решили попробовать эту площадку вебинарную. И чтобы у нас был, так скажем, какой-то оговоренный круг участников. Вот. И нам очень нравится все. Добрый вечер. Если слышно, надеюсь, нас и видно. В общем, если интернет более-менее сносный, то все должно быть хорошо. Карлсон не хочет уходить. Ну ладно, пусть у нас будет ваш товарищ. Почему же он? А, между что у нас там? Да, отлично. Добрый вечер. Видно и слышно. Ну здорово. Если вдруг какие-то проблемы, есть картинка, нет звука или наоборот, соответственно, пробуем перезагружать страницу. Отлично. У нас на вебинар зарегистрировалось 108 человек, по-моему, да? Дима сказала, это супер вообще. Но не все могут быть онлайн. И поэтому мы уже записываем все, что происходит. И сделаем обязательно рассылку. Поэтому вот. Тема у нас, в общем-то, такая интересная, как обычно. Йога и жизнь. Как вообще? Совмещаются ли эти два понятия? И про обучение, и про все остальное. Так, все хорошо, все видно. Да, отлично. Да, здорово. Чат работает. Мы временно заблокируем чат, чтобы у нас мы с Димой не отвлекались и рассказали все, что хотим рассказать. Вот. Это главная причина, по которой мы выбрали на платформу, что она позволяет заблокировать чат. Ну, конечно. Нет. Аня Глинко, привет. Привет, Севастополь. Здорово. А я вот Аню вспомнила из Севастополя. Сегодня нашу публикацию «Лайкал Говинда Кань». И, пользуясь случаем, мы расскажем, ну, говорим, что он едет с семинаром, вот, собственно, Кани Глинко в Севастополь. Тоже крутое событие будет для всех штангистов. Поэтому на правах, можно сказать, дружеской рекламы. Ну, что, по поводу обучения вообще онлайн. У нас стартует 9 числа курс онлайн. Такой интересный будет проект. Мы с душой со всей подошли, наснимали кучу видео. На одном видео у нас я делаю такой очень упрощенный вариант для таких ленивых, как я. Ну, нет, на самом деле просто вот варианты, которые мы подсматривали у преподавателей, типа Эдиштерна или там Дарби, как учить начинающих, какие-то облегченные позы. Мы долго думали, как, например, в одном видео совместить и более там для гибкого человека, и для менее гибкого. И поняли, что это как-то очень сложно. Поэтому решили снять два варианта. На одном видео, ну, так скажем, на одних вариантах уроков считает Дима, делаю я очень, как бы так, щадяще, облегченные. А на других, на другом варианте, менее облегченным, я считаю, а Дима, значит, скачет. Бодро. Вот, поэтому будет два варианта на выбор, как заниматься. Два варианта голоса, то есть кому-то может нравиться больше. Девочкин. Да. Ну, кто-то с левел 2 только, например, хочет практиковать. Чувствует, голод, даже по голосу чувствует, нет. Это какой-то не левел 2. Да, что-то не то. Вот. Я двигаюсь, что-то, да? Ну, что-то мне кажется... В твоей сторону двигаешься, у меня уже будет... Я, да, вот так надо, ну, вот, смотри, как хорошо. Мне кажется, отличный, что... Вот. Дима, что-то хотел рассказать именно, свой взгляд на обучение онлайн. Ну, да, я начну с простой темы. То есть онлайн-штука такая, с одной стороны, спорная. Вроде бы там можно найти плюсы и минусы. Начну с самого такого момента. Его обравдание. Если у вас действительно нет поблизости ничего, или, так сказать, как-то оно не то, таких мест, я знаю, пока больше, где есть, где нет, авторизованный предварительный, или какой-то он недавторизованный, или авторизованный неправильный, или, там, с головы не так. То есть я просто знаю, у вас тоже, у меня находит такой интересный склейтинг, и такое там творится, поэтому я могу понять Шарата, его волнение по поводу вообще вот трудностей передачи этой традиции. И, собственно, если у вас такого учителя нет, который понимает вообще... Хоть как-то понимает метод Шарата. Ну, метод, мы говорим, аштанг-йоги, подразумевая Шарата. То наличие онлайн у нас... Какое мы считаем? Мы считаем адекватными. Как-то предварительно адекватные йоги. Оправдано наличие онлайна. То есть лучше онлайн, чем ничего. Естественно, что оффлайн, да, мы говорим, традиционно там, сюда было все там майсо руками. Но... И мы даже вот такую вот, подумав, ввели опцию, как мы назвали там, максимальный вариант, когда там в скайп-уроке мог быть включен тоже. Там есть несколько опций участия в нашем курсе. И вот самая расширенная, она включает в себя еще еженедельный один скайп-урок. Мы включили его, окей, сделали. И когда начали записываться на него, я осознал, что у меня время-то как бы ограничено. Это же тоже требует физического присутствия все равно. Конкретно моего одного времени. И просто так прикинув, я понял, что могу, не знаю, три человека, может максимум там четыре, собственно, на весь курс взять. Потому что это, получается, каждую неделю у меня добавляется... Индивидуальные занятия. Да, три-четыре индивидуальных занятия по часу. Так что да, это все. Поэтому именно вот такой формат, который мы в основной выбрали. Видит, записанные видеоуроки. И вот более-менее какое-то лживое общение, как сейчас вебинары. Плюс там еще чат. Это, собственно, больше ничего из онлайна не выжимаешь лучше. Ну да, в общем, самое... Мне показалась в этом такая честная вещь, именно онлайн-вебинар. Потому что я когда начинала заниматься йогой, мне не хватало именно какой-то структуры, какой-то теории. Вот поэтому продолжаем. Да. И, как еще кратко, теперь когда нужно сказать, что да, онлайн имеет право на существование, я перечислю кратенько. Вот простые его... Я записал, чтобы долго думать. Простые плюсы, такие, которые, конечно, в декламе встречаются, чтобы завлечь. То есть, очевидно, в любом месте еще можете запятить вот с этими уроками, будете спрятаться куда-то там в голову, коморку, или там где-то в поездке, в модели. В принципе, они всегда эти уроки с вами останутся. И вот во время нашего курса, и после курса в любом месте будут с вами привычные. Понятно, в любое время, естественно, удобное для вас. То есть, тоже не требуется по расписанию ходить в студию, платы, еще что-то, или включать там онлайн-урок. То есть, можно делать эту практику со своей скоростью, при необходимости, там, не знаю, включил, нажал на паузу, там, поплакал, прогибав, потом дальше вытерся и продолжил дальше. Сказать, что вы что-то там сделал. То есть, когда вы находитесь там один дома, или, может быть, если я знаю, есть небольшие даже йога-семьи, где занимаются такой мини- домашний шар вопрос, заниматься своим близким. Ой, простите. Угу, извините. Да-да-да. Угу. То есть, можно заниматься либо однонол, без незнакомых, проще говоря, либо там с вами близкими, такая домашняя шала. То, что сейчас встречается в студии, там, где-то уроки, это сравнение себя с другими, это как бы так мы устроены. Много сожаления. Приходишь, как бы тебе не было предавателем, ты не смотри, ты там, как бы, ну, там, занимайся, тебя это не коснует. Все равно человек будет часто компрессинг, что я вот так не смогу, или я там хуже, ну, особенно, когда-то, скажем, да, пара, там, сфельевого возраста, я подумал, может, это какого-то возраста, нет, это зависит от человека, в целом, кого-то это менее, он может исправиться, кого-то это больше, там, прижимает, и он, мой соль, он чувствует себя, и так приходит, комфортно, и так и уходит, потому, что первый, это дискомфортно, смог преодолеть слишком, так, ну, это мне понравилось, потом, я помню, пришло, без вирусов, потому, что, особенно, у нас, в России, полугодовую зиму, и, там, каждый месяц, какие-то, там, очередная, МЧС объявляет, грипп, там, заразил пол Москвы, очередной, там, свиной, потом, собачий, там, курячий, какой-нибудь, да, потом, слонячий, и все время эти гриппы, естественно, там, когда ты находишься, в скоплее, в скоплее, да, я подумал, что плюс-то хороший, то есть, и, то есть, только дети из школы не принесут, ну, как бы, да, тут, естественно, в итоге, все равно, прочих равных, там, ты целых два часа, там, находишься, в теплом помещении, как раз, для вируса, самый топ, как раз, когда в Майсурии, в Майсурии, да, там, там, в шале, не только влажное, там, можно почти эти, левитировать можно, на этой влажности практически, собственно, что для вирусов, это самая, в принципе, благоприятная среда, и когда, 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 придет, кто-нибудь, начнет, там, кашлят, начнешь волноваться, как бы, ты увидишь человека, там, сморкаться, тоже, в шале тоже так, кстати, вот, приезжаешь, там, постоянно, как-нибудь, в Энзуэлло, в шаловирус, ну, да, из Китая, кто-нибудь там, там, страшный, тем более, они же, да, кстати, они же, с всего мира, вирусы, кстати, самое интересное, ты там, от своих, которые ты думаешь, я, закрепился, тут тебе, китайские, ну, у них, там, я не знаю, они по уникли, но, нет, в целом, вообще, вирусы всего мира, это раз говорит, все время, когда подходит, вирус, поток, как бандит, там, если кашляет, там, поток на шею, он натягивается, и когда близко подходит, такой, как бандит, и тоже, я не хочу, вирусы, про самородку, вот, расскажи, если подходит, ну, почему, тоже, это не очевидный, понятно, сначала, дома, вирус, у вас только свои домашние, там, у детей, ну, я, последний, подбаза, закончил, возможность многократно пересматривать урок, это тоже, да, то есть, ты вот, участвовал, потом, проходит время, ты сам меняешься, пересматриваешь, такой, о, я-то раньше не видел, как у тебя не было, вот, не нужны йога-шмотки, йога-шмотки, это вообще, статья расходов такая, когда в зале занимаешься, просто ужас, властинщике, он, за 5 тысяч, 6, или сколько, 10, это безлимитный абонемент на месяц, простите, этаж в Москве, нет, вы можете заниматься там, чем угодно, и вообще, так сказать, это тоже, часто, мне кажется, женщина важна, этому, этому, один из моих любимых плюсов, признаюсь, что можно дома заниматься, чуть ли не внушем, в споннем, так сказать, спрятавшись в уголок, как трушечный ювил, да, на бедренной повязке, ну, как принято, были в ременах от йоги, помню, ребята, где-то будут, первые, в начале 2000-х, там, 50-90-х, тоже, некоторые мужчины ходили, в трусаж, на йогу, в Москве, ну, да, в подвальчике, на Толмачевском, там, в трусоварочке, в стрингах, не в стрингах, там, в стрингах, не было, но, практически, очень похоже на, такие, трусы со слоником, практически, ну, то есть, просто, это пугает, ну, тогда были энтузиасты, все было, так сказать, оно, еще, это была, суровая йога 90-х, да, ну, вот это все, как бы мы перечисляем плюсы, онлайна, ну, то, что вы видите, вот эта связь по чату, это, в принципе, мой инструмент дополнительный, все равно есть, обратная связь, через чат, ну, и то, что вот, с чего Даня начала, мы можем по этому чату, что-то полезное сказать, то есть, на другой стороне чата, интересные, говорящие носок, да, и достаточно опытные носки, Дмитрий, ты такой, я правый или левый? Ну, ты опытный носок, я правый носок, хорошо, а я, так сказать, ну, подхватил, вот, этот момент интересный, что, по опыту, да, по моему опыту, меня всегда, у тебя, в некоторое время даже так поражало, приходящие нам новички, которые ко мне занимались, допустим, я занимался, вот, я спрашиваю, сколько тебя зовут, кто-то учитель, ну, и все, познакомиться, занимался штангой, да, представлять, примерно, первое, представление о человеке, штангским работе, и некоторые говорят, ну, я вот занимался, там, сам, по видео, так, том, либо по книге той, дома, по книге, все, дома, дома сам, как-то там, каким-то материалом, неспорченный, то есть, и я говорю, ну, молодец, похвали, давай, покажи мне, он начинает там заниматься, как Бог практически сидел, да, все там, и у него, что вы говорили, парадоксальная практика, у человека, в Америке, сказали, у нее, да, у нее практика парадоксальная, лучше, чем, у многих моих студентов, в которых, я там, старательно выстраивал правила, я думал, как же так, где же тут, вместо я должен помочь, а у него все классно, да, и так все классно, человек там, как-то там, даже не знаю, что-то идет, нет, поэтапа, новые позы там, потоки дать, но мне поражало именно то, что он не знает секретов, которые я там, я собирал секреты гадарники, секреты выстраивания, секреты того-сего, как поз там, а он ничего не знает, а делает все правильно, как так. И вот, собственно, это вот неспорчность, это вот святая простота, это вот один из таких моментов, когда у вас, то есть, сейчас я могу вот человеку уже не портить, как бы, он будет, он как будет домашний практик практически взрастать, не так мешаться, а первые годы, когда я обучал Майсору, я думал, что Майсору-то там, да, надо там чего-то, помогать обязательно людей там, учить собакам там, что-то, пахить, ну, сейчас я так, естественно, уже буду, но, большинство, не, не хочу, там, у себя, как я там, но часто учителя именно учат так, опять-таки, свои там, вот, бывает не опыта, сбывает, вот, просто что-то вот. Ну, у тебя дальше будет тема учить или гуру, в чем разница? я потом это дойду, потому что у нас, как бы, шарат там, мы с ним ориентируемся, в итоге стали ориентироваться особенно больше и больше, и, то есть, домашняя практика, вот, собственно, мы находимся в плюсах, в плюсах онлайна, как раз домашняя практика, она позволит быть без той самой обратной связи, в которой я говорю, как же я буду без обратной связи, там, меня там, мне там поправят, я сделаю что-то неправильно, да, это плюс, наоборот, они, они минус получаются вот от этих моментов. Ну, смотри, это означает то, что, подожди, ты еще говорил по этому поводу, что, это поможет человеку самому, свою твицу развивать. я-то попозже, да, я-то попозже, у меня была футболка, у меня привезла на опцию, гуру. Ты стеснялся ее носить? Ну, нет, на время мне нравилась, она веселая, все равно она получалась, все-таки претензионная, 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 все-таки, юмор такой, на грани, слишком большая доля шутки там, да, так что нет. Да, ну, заканчивая, плюсы, у нас в итоге вот, этих 8 видео, то есть 8 недель, каждую неделю по видео, естественно, то есть, и каждую неделю у нас 2 видео, получается 16 видеоуроков. У нас больше, у нас еще один нулевой есть. Да, как-то несколько, да, и на, почти, нулевой урок, 17. 18. А, 17. 17, 17, нулевой урок, вообще, как бы, Ну, можно сказать, разные голосы, они говорят, что там будут влиять, мужской, женский, как бы, там, как-то, ну, волны мозга, это влияет лучше. И тут интересный пункт, что у современных видеоплееров, компьютерных, есть возможность, ну, в принципе, да, у самого видео, компьютерных, есть возможность регулировать скорость видео. Ну, на YouTube-е тоже так, а, кстати, есть, можно чуть-чуть ускорить, там, чуть-чуть замерилие, например, вы смотрите, средняя какая-то скорость, смотрите слишком быстро, вы чуть-чуть берете на видеоблеере, замедляете, включите этот момент, или, наоборот, чуть-чуть ускоряете, можно экспериментировать, при желании. Ну, и последний пункт, вот из плюсов, которые у меня есть, это наши вебинары, они, естественно, проходят, связаны с уроками, вот этими практическими, но они привязаны к ним напрямую. То есть, прогресс, у вас, он их не важен. Да, вы можете волноваться, допустим, нужно продвигаться. Да, нужно продвигаться, следующий урок, я еще не готов, так, я еще там, уже поза сидит начинается, я еще поза стою, мне тяжко, так, умираю, вы можете просто продолжить, следующую неделю, не переходите по замсиде, а продолжить делать. Ну, это мы будем рассказывать уже на курсе, поэтому давай пошустрее нашу тему. Ну, я буду спешить, поэтому мы как бы, ну, чем у нас заявлено, это просто тема примерно, не надо грамотить, сейчас мы будем. Все. Попотеряем естественности. Хорошо. Ну, нет, я буду стараться, регламент, окей. Минусы, минусы онлайна. Вот, без внешней, как бы, без внешней мотивации, когда приходит в зал, там естественно вокруг студенты, которые тоже занимаются, и ты как бы уже дольше, надо не занять, занимаются, тоже как будто, иногда ли играть лицо, ну, и продажный там тоже смотрит. Иногда я тоже сижу, смотрю телефон, иногда на студентов смотрю, тоже мотивирую их. То есть в зале заниматься, проще говоря, легче. Дома... Энергия общая. Да, общая энергия, она однозначно влияет, это не сказка. Я сегодня почувствовала опять. Да, когда Тане трудно убираться в студии, например, она занимается дома, в основном с частным студентом своим, Мишей, Барышниковым. Да, вот, то есть без мотивации, без внешней мотивации ниже дисциплины, обратной связи, как будто это нет, где-то пихают там в воздух, и труднее сосредоточиться, собственно, вот за этим вот устройством, на котором вы сидите. Ну, кто-то может... Потому что, да, дома предметы оттягивают энергию, фэн-шуй, там все дела. А компьютеры, или там будет планшет с телефоном, это уж те еще оттягиватели. Абсолютно точно. То есть это надо прям... я раз... Мы будем про внимание говорить именно на наших вебинарах курса. У нас есть много что сказать, поэтому... ну... Да, внимание сохранить. Да, Да, наемно. Ну, потом... Ну, да, вот, и мы... Таня, когда курс снимали, мы, естественно, дубль оранжевых вариантах рассказала, и в том числе был момент, а стоит ли на видеоуроках показывать, как я там что-то, может, втаню, например, правки, или она где-то там толкает, или помогает мне как-то в позе загнуться. Проще говоря, правки снимать. Да. И в итоге решили, что не стоит, потому что правки, это штука очень-очень большая тема, и они не так просты, как могут показаться, что он там что-то там маршников там что-то толкнул и руку там подтянул. И я попрошу своего там друга или там маму так же сделать. То есть я, когда что-то пихаю и там делаю, я, естественно, в голове, как называется, радиомоторика, то есть провожу осознанно, полуосознанно, осознанно провожу позу ее на человеке. То есть я представляю свое тело просто, как будто я делаю все это внутри, ну, там, ключик уже. Естественно, я делаю простые борьбедействия, но я делаю их как будто сам. То есть я делаю свое отработанное там уже тысячу раз внутри действия на человеке. Представляю все это и чувствую, как оно у него на теле воспроизводится. Это невозможно просто так вот механически там скопировать. Ты должен внутри это иметь. Имеешь, воспроизведешь. Поэтому, что книжки, когда-то я тоже там, о, вышел книга, у меня была классная книга, там какой-то Брэд Купер, по-моему, зашел. Мне там, я доказал это с Амазона, первая серия с несколькими кубиками права каждой полосы. Достаточно опыт. Угол, что-то там этот. Не работал. Да, она не работала. Достаточно быстро я там, да. Книгу передалил. Такую подальщику. Вот, и все. То есть это все в итоге упирается просто в ваш личный опыт. Как это ни банально, вы не можете перескочить и там чему-то выучить, чему вы сами не имеете. Да, поэтому онлайн лучше, в общем-то, личную интуицию развивать без всяких там, как сказать, надежды на какую-то чудесную правку со стороны. Или с любого некопирования, например, там. Или копирования какого-то, да. То есть это может быть не очень хорошо. То есть асаны, они как бы с одной стороны что-то необычное и сложное, а с другой стороны вот из беды пример с хождением ребенка, которые приводят, что все известные. Дети как-то вот начинают, они не сильно умные тем более, но они от природы далеко не ушли еще и поэтому как раз они то, что они еще не успели говорить и коммуницировать с миром, им приходится в основном самим ползать, самим падать, самим учиться ходить. Как-то в основном большинство получается в итоге ходить, подавляющее большинство, мне кажется, получается в итоге ходить. И то же самое здесь. Это просто расширение арсенала ваших двигательных функций. Мы умеем ходить, ход на учили когда-то давно, потом в основном стали сидеть, лежать, понятно, умели долго. Можно прыгать, там несколько спортивных уроков в районе какого-то секции. Но в целом достаточно ограниченное мы не говорим. Мы не говорим о таких сложных. Йога она просто сильно расширяет начинает спектр использования тела, но это просто требует времени, а не секретов поз. Я потом продемонстрирую книжки, это принес специально, чтобы сравнить книгу от гуру и книгу от инструктора с инструкцией. Размер книги и описание какой-то одной и той же поз. Так, с минусами все, наверное. Ну да. То есть просто время. То есть те два месяца, которые это слушают. Сейчас расскажешь про то, что два месяца это. Ну да, смотрите, я говорила о том, что меня интересует баланс между практикой жизнью, материальным и духовным. И как всегда приходят какие-то книги сразу интересные, которые немножечко открывают другую перспективу. Я не могу сказать, что это окончательно истина. Я никогда не принимаю ничего как окончательно истину. Я просто добавляю еще взгляд один, перспективу. Причем это могут как книги быть каких-то духовных учителей, мастеров, так это могут быть вообще книги бизнес-коучей, которые внезапно очень здравые идеи транслируют. И вот когда я задумалась по поводу баланса между практикой йоги, неважно онлайн, офлайн, просто если ты увлечен, если ты серьезно занимаешься, в жизни неизменно начинается какое-то движение. Что-то начинает происходить. Кто занимается давно, уже знает, что практикуя, все придет и приходит разное. То есть могут начаться как и хорошие изменения, позитивные, безусловно, то есть здоровье, самочувствие, но могут прийти какие-то нежданчики со стороны семьи. Например, не поддерживает окружение в вашей практики йоги. И вот тут мне попадается сначала статья попалась, то есть как есть известное выражение мы все карлики на плечах гигантов. Что это означает? Что мы просто опираемся на опыт предыдущий до людей более опытных и как-то с этим живем дальше. Вот я карлик сейчас буду на плечах таких гигантов. Например, есть такая фигура Джон Уэллут его зовут. Он автор такого бестселлера, который называется «Путешествие сердца». И он редактор журнала «Трансперсональная психология». Он очень много лет занимается исследованием психологии практики дхармы буддийской и собственно психологии в принципе западной. То есть он ищет вот это такое соединение этих двух мостик перекидывает, да. Но что такое дхарма буддизма? Это практика по сути серьезная, где есть та же парампура, линия учителей, есть определенные дисциплины, есть определенные правила. Ну и в целом это образ жизни буддистская дхарма. Кто практикует буддизм, кто знает. То есть это тоже свой учитель и так далее. Это тоже достаточно такая история. ну как с йогой, если это йога по парампуре практикуется, то все это, ну не просто так, что я сходил в тренажерный зал и размялся. То есть практика это то, что захватывает жизнь целиком человека. Тренька. Слово, которое меня просто вызвало рефлекс этого слова, которое не там ушло. Тренька. Ну это смешное слово. Смешное наоборот. Двежь детектив. Конечно, не специально смешно на двежь. Тренька. йоги, это не тренька. Эта тренька, она просто будет захватывать все равно жизнь, хочешь ты этого или не хочешь. И вот, собственно, Джон Уэлл, он первый ввел понятие так называемого духовного избегания, что любая практика духовная, практикуемая западным человеком, практически в 100% случаев на первых порах приводит к практике избегания искусственного. Да. И поэтому вот он предлагает познакомиться лучше с динамикой западной души, что она, вот западная психика, она очень отличается от психики восточной. Вот с этого бы хотелось начать, чтобы вообще рассматривать проблему, историю баланса и так далее. То, что мы читаем в текстах, то, что ложится на восточную душу легко, не всегда ложится на западную психику, ну так, как это, в общем-то, предусмотрено в этих текстах, с результатами там мокши, освобождения, просветления, чего угодно. Только в мокше происходит, а вообще никак. Чем отличается западная психика от восточной? Как говорит собственно тот самый Джон Уэллуд, нам нужна западным людям более широкая перспектива. То есть мы западный, а восточный человек, он как говорит, что мы вот человек, который стремится стать Буддой или стремится стать просветленной или соединиться с Богом. Для этого то, что есть человеческого в нем, его нужно как бы потихонечку стирать и отбрасывать. То есть неважно, что это там, желание, привязанности, непривязанность, опять же, вся эта. Западному человеку нужна более широкая перспектива. Это что значит? Это что мы не только мы не просто люди, стремящиеся стать Буддами или там просветленными, но мы также и Будды, которые в человеческой форме воплотились и которые должны научиться полноценно стать людьми. Полноценно, то есть что значит полноценно стать человеком? Это значит способность вовлекаться в такие полностью открытые взаимоотношения я-ты с другими. Не избегай их из-за своих вот этих вот ран, которые связаны именно с отношениями. У западного человека это, то есть раны номер один это взаимоотношения, естественно. Ну, в принципе, может и у каждого. Вот, поэтому два пути, то есть человек, стремящийся познать Бога и божественное в человеческой форме обучающиеся тому, как стать полноценной личностью, полноценным человеком. Перефразируя шизотерические какие-то, скажем, да, такие источники, что человек стремится опознать свою душу, либо душа проживает этот материальный опыт. Вот это два пути, которые, как говорит этот, собственно, психотерапевт, для западного человека являются более здоровыми. И, то есть, это два пути, которые можно назвать взрослением, исцелением, освобождением и становлением по-настоящей человечной личностью. Вот. То есть, это вот мне очень понравилось такое интересное, что открытость к способному самовыражению, не избегание вот этих вот ран, прикрываясь учением о непривязанности. Он приводил примеры такие, что, например, вот одному человеку там какой-то духовный учитель сказал, а треть все человеческое. Он практиковал 30 лет, а потом с ума сошел. Ну, то есть, он вот это все давил, давил себе, там, все свои проявления, как, знаешь, какая-то мутная масса вот эта во мне там какая-то бродит, это все. Как бы, не надо. Надо стремиться вот к рассветлению и так далее. И вот для западного человека этот путь, он может быть немножечко опасным. Вот. И мне кажется здравым, да, эти два пахту рассматривать, что мы не просто стремимся стать, там, познать Бога, но мы также как бы какой-то, да, душа, которая проявляет себя в мире и которая учится в этом мире взаимодействовать с людьми, ну, и узнавать себя, естественно. Вот. Поэтому если в сфере отношений есть раны, они есть у каждого из нас, то вот это вот учение о непривязанности в йоге тоже есть, там и вайрагии, и все, атринь, все, оно не всегда может работать. Вот. То есть ничего закапывать в себе и подавлять, ну, это логично, да, ну, это как бы чревато какими-то неприятными последствиями. И вот нам попалась очередная книга, сейчас я как-то два пути рассмотрела, западный и восточный. Начну я немножко с западного такого. Нам попалась книга, она называется в английском The One Thing, и на русский ее перевели как Начни с главного. Замечательная книга, которая учит тому, что нужно в жизни, по большому счету, концентрироваться на одной какой-то вещи, а все остальное это фон. Начинается она с того, что она опровергает миф о мультизадачности человека. То, что человек мультитаскером должен быть, то есть, как реклама, вот женщина там телефон зажимает, варит, что-то там, кашу, да, ребенку там игрушку дает там и так далее, что, он пишет, что мультизадачность это прямой путь завалить несколько дел одновременно. То есть, если вы хотите выдающийся результат, то вы должны в один момент времени, неважно этот момент, может быть, часа до какого-то периода выбрать что-то одно и работать над ним. Потому что, если вы не будете посвящать максимум времени какой-то одной вещи, прорыва не будет нигде. У меня книжечка показала сначала простой какой-то, но простые вещи как раз как и оштанга. Да. И вот здесь такой слайд есть выдающиеся результаты там из этой книги. Ну, это цитата, что выдающиеся результаты требуют сосредоточенного внимания и времени. А время, уделенное одному, означает время, не отданное другому. Поэтому равновесие невозможно. И вот разговор о том, что как достичь баланса между практикой, жизнью, личной, работой и так далее. Эта книга вот просто попалась настолько вовремя. Дима сказал сначала, что это какой-то попсовый коучинг, а потом вчитался и понял, что вот действительно простыми словами донесены очень такие глубокие вещи, основанные на действительно таком выдающемся опыте этого человека. Что же делать? Вот. По поводу того, как совмещать? Значит, вот здесь сбалансированная жизнь. Работа и жизнь в средних значениях. Как здесь йогу, в какую корзину положить с йогу? На мой взгляд, что йога, она помогает и в работе, и в жизни. Потому что, когда он пишет, что давайте концентрироваться на одной вещи, мы приходим к тому, что кто у нас вообще в принципе умеет концентрироваться? Ты мне рассказывал, что сейчас проблемы миллениалов, они приходят на работу и не могут сосредоточиться на одной задаче, больше там. Ну да, старые сотрудники, современные, кому сейчас, скажем, в районе 40, они говорят, вот приходят на молодежь, и там я как бы знаю, что я даю уже какие-то простые инструкции, или там, я что-то ему начинаю говорить больше нескольких минут, он уже теряет нить такую же. Да, то есть он постоянно в рассеянном внимании находится. То есть поэтому для того, чтобы добиваться выдающихся значений, чтобы найти, во-первых, одну вещь, то есть если у вас есть такая проблема, я рекомендую эту книгу прочитать, но вообще, чтобы найти вещи, сосредоточиться на ней, вам нужно иметь опыт концентрации внимания. Конечно, здесь мы приходим к практике йоги, она вот красной нитью пронизывает и личную жизнь, и работу. Вот здесь пунктиром по центру некий баланс нарисован, который невозможен, потому что мы мечемся между работой и жизнью, и все у нас получается вот такой середнячок, то есть, да, где-то мы там йогу вставили два раза в неделю, где-то там мы на работе там порешали какие-то вопросы, где-то там отвлекались половину рабочего дня, то же самое дома. Да, какие-то такие вещи были. Значит, есть экстремалы, они, например, они начинают проводить, например, посвящать очень много времени работе, и тогда мы видим, что у нас получаются такие экстремальные значения, и начинает шатар, то есть, мы там одну вещь на работе какую-то делаем, у нас какой-то проект важный, но наша семья, вот она где-то вот осталась, так сказать, на задворк. Тоже в проекте осталась. Тоже в проекте, да. И это тоже не совсем здорово, потому что личная жизнь, она не терпит вот такого долгого оставления без внимания. Вкладывать энергию. Да, то есть мы должны везде вкладывать свою энергию, особенно, когда мы находимся в периоде такого активного домохозяйства и забота о семье. Мы об этом еще позже чуть поговорим. Соответственно, вот экстремальные значения и я сейчас прочитаю цитату из книги, может быть, если я ее найду. Ну, то есть, вот, абсолютное равновесие недостижимо, то есть, ни в чем. Занимайтесь ли вы, если вы живете в социуме, занимайтесь ли вы там, йогой, живете там, семейной жизнью, еще и умудряетесь работать, вот равновесие достичь между вот этими тремя сферами невозможно, то есть, это иллюзия, и поэтому равновесие, которое, говорят нам, как существительное, к которому нужно стремиться, типа, вот мы его достигнем, все, вот оно, будет классно, оно как бы звучит существительное, но ведет себя как глагол. Мы постоянно в жизни вынуждены уравновешивать все эти наши сферы жизни, нашу работу, наше увлечение, и нашу личную жизнь, вот, и там дальше была такая цитата, не нашла, я тут ее писала, ну, что если там сферы жизни важные, например, там, здоровье, работа, личная жизнь, репутация, представить в виде шариков, то работа окажется резиновым шариком, что если она упадет, она как бы отскочит и вернется, а все остальные сферы жизни, здоровье, личная жизнь и репутация, это стеклянные шарики, если мы как бы уроним один раз, то это очень трудно, то есть невозможно будет можно было склеить осколки, ну, поправить, да, но здоровье можно поправить, но в принципе все равно это будет склейка, это будет склейка, и уже будет тяжелее, особенно с возрастом, это тяжелее все, но это возможно, опять же, это просто, да, некий такой, все равно балансирование такое, поэтому, то есть мы считаем, что баланс это то, к чему нужно стремиться, автор книги, вот собственно, считает, что это не так, то есть мы, нас делает счастливыми не какой-то баланс такой иллюзорный, который возможен, она делает нас счастливым смысл, предназначение и важность нашей жизни, и вот эти три вещи мы сами себе должны в жизни, может, пусть даже это будет искусственно, но мы должны в жизни их сами себе привносить, потому что вот, ну я потом расскажу там, да, про какие-то наши семейные истории, может быть, там мы могли бы не делать этот вебинар, мы могли бы не делать этот курс, но для нас важно делиться и чувствовать нужность какую-то, и собственно, это и есть какое-то, да, такое вот ощущение вот этого счастья, то есть не баланс делает нас счастливыми, а именно вовлеченность, общение с другими и важность, нужность, вот. Собственно, книга очень достойна, и собственно, вот что предлагает он как сбалансированная жизнь. Если на работе мы делаем рывки такие ради каких-то важных вещей, да, то есть мы вот так вот уходим в экстремальные значения, то есть если мы одной вещи уделяем много времени, значит, не уделяем всем остальным, работа это стерпит, то есть проекты, наоборот, требуют сосредоточения на чём-то одно и не распыляться там на миллион разных каких-то совершенно неважных дел, как закон Паретта есть такой, да, то есть 20% работы даёт 80% результат, это тоже важная штука. А вот в жизни мы должны постоянно поддерживать этот баланс, мы не можем надолго оставить какую-то сферу жизни. Если мы надолго оставим семью детей, уйдём там в йогу в увлечение, наша семья, простите, как стеклянный шарик упадёт. Если мы там куда-то ещё там с друзьями вдруг начнём очень много общаться и выпивать там, вести нездоровый образ жизни, наша йога просядет, естественно. То есть вот такой график, я не знаю, это может быть непонятно. Понятно, что мы стремимся к этой балансе среди и штриховая. И мы колбасимся вот вокруг, туда-сюда. И пытаемся быть возле неё. Потому что баланс невозможен. Время, отданное одному, значит время не отданное чему-то другому. Я сама знаю, что такое ездить на йогу, я жила за городом, мне нужно было оставить ребёнка, полдня промотаться, может быть, сейчас я так не поступила бы. То есть однозначно и я понимаю, где у меня были перекосы, и перекосов было много. И сейчас я думаю, господи, какие здравые мысли. Вот, поэтому жизнь это не баланс, это, то есть нет равновесия в жизни. Жизнь это процесс уравновешивания. Вот это вот интересная очень мысль, которая мне попалась в этой книге. И да, про шарики интересные. Есть что-то добавить про баланс жизни? Ну да, у меня этот был период тоже, период как раз до семьи, скажем, особенно до рождения Михаила Барышникова, как-то пять лет назад, это ещё было примерно. и меня как-то что привело в йогу всё время и зацепило потом вся духовная жизнь, естественно, такие вот известные типичные цели, двигаться к целям йоги высоким и как можно больше времени жизни посетить всему этому. Вот так я вот стал через свою практику, через преподавание, через книги, все возможные пути, которые я мог, я двигался к этому. И типичные у меня были типичные клиши были, это нужно меньше общаться с друзьями, там они отвалились, ты думаешь, правильно, друзья, они меня только от йоги только уводят, там просто общаться меньше без необходимости. И социальная жизнь, это сразу йога, думаешь, что-то уменьшение, и как говорят, путь к себе, путь к себе, значит, путь от всех, которые мешают себе. Я знаю одного человека, который даже в метро не ездит, потому что там слишком много людей, и вот они меняют йоги, ну как бы менять сюда было странно. Может, чувствительность такая, но йога это не то самое избегание, я, как же, подал ту же самую ловушку, и движение пошло только в социализации, скорее больше после рождения особенно ребенка, да, и это тот опыт, который иисценен. Я понимаю теперь, почему в Индии рождение ребенка, в принципе, является обязательным, и даже там приписывается, что ты падешь, как там было, и твои предки, что ли, будут страдать. Короче, ты, по-моему, сам попадаешь в какой-то там ад, и твои предки тоже там страдают, тоже, если ты не продолжаешь род. Я понимаю, это теперь лучше, потому что не только там какие-то родовые вещи, которые тоже большие вещи, но еще и твое личное развитие, оно сильно будет от другим. И вот этот типичный йоги, я взгляну, что нужно какого-то монашества йогическому, чем типа вот ты менее социальный там всяких лишних социальных, в том числе семейных ответственностей, тем больше сможешь в йоге продвинуться. Это исключение, там есть кармические вещи, которые скорее исключение. И в Индии есть определенные тексты, которые больше подходят на монахов. Это такое исключение. Это один на многие тысячи. Ну да, поэтому вот как говорили... Сейчас я больше Дарби в семье я начал как раз понимать и акцент измещать всего этого больше фанатичного йога-йога-йога. Вспомним последний пример еще. Когда-то я читал книгу Гуруджи и приехал с женой потапки Джойса учились у него года три-пять ездили. Потом у них родились дети один двой не помню и в Австралии в Австралии далеко дарковато. И они перестали ездить десять лет по-моему ездил. Потом приехал и дай мне сертификат «Жойста, это кто?» Забыл по-моему. Ну так естественно что у меня впечатлило десять лет ездил ездил а и он практически бросил даже он говорит что там бросил йогу они там просто нужно было работать У меня сейчас было такое отношение такое ужасное да да тоже что там и с Джойсом они же были там вообще ничего не ценят он там работа стал где-то в офисе деньги зарабатывать в семью снижать вот теперь я его понимаю как бы тогда в те времена йога не было такой же типа приходишь на юг студию еще и на 70-х и 70-х годах там была такая она тоже даже на западе была Сечкова еще студии были буквально а там чуть-чуть да поэтому интересно в общем вот эти две темы по поводу что баланс невозможен равновесие невозможно потому что человек не мультитаскер чтобы сделать что-то хорошо он должен в определенный момент времени забывать про все остальное вот в поводу равновешивания хорошая тема и собственно вот Джон Уэллвуд который говорит о том самом духовном избегании западного человека который начинает вот это уравновешивание естественно оно просто съезжает а все остальные шарики разбиваются стеклянными то есть к сожалению мы уже сказали да про то что непривязанность часто играет злую шутку естественно нам проще казаться непривязанным чтобы не дай бог кто-то не задел нашу болячку внутреннюю это забегание да я вот сижу медитирую не трогайте меня потому что если со мной начнет контактировать человек он скорее всего попадет в яблочко мое больное а я не хочу этого и что происходит происходит закапывание проблемы я об этом все время говорю но просто видимо у нас такой сейчас период и вот мы посмотрели на запад немножко взгляда по поводу балансирования жизни и вот одной вещи и поиска вот этого как сказать не поиска баланса баланса нет уравновешивания это тоже предполагает определенную концентрацию все-таки надо понимать что нужно уметь от всего остального отключиться чтобы делать что-то одно если ты играешь с ребенком ты играешь с ребенком если ты на коврике занимаешься ты на коврике потому что я иногда бываю на сообщения отвечаю потому что я тоже не святой человек в этом плане и тут вот мне пришло что абсолютно классная вещь про уравновешивание в ведической культуре это известная вещь варна ашрама дхарма все о ней знают но я все-таки хочу про нее рассказать вдруг кто-то там забыл варна ашрама дхарма это достаточно сложное слово то есть варна буквально означает профессиональные обязанности ашрама это духовный уровень дхарма соответственно ну что делать ну да действия какие-то деятельность какая-то официальная обязанность ашрама это уклад духовной жизни то есть духовный уровень естественно определяет уклад твоей жизни духовной вот соответственно варна профессиональной обязанности это не имеет ничего общего с тем во что это все вылилось в индийскую кастовую систему она не имеет отношения к той великой задумке санатана дхармы да то есть это уже извращенное очень сильно вот вкратце расскажу про я прослушала даже специальный лекций Александра Хакимова чтобы быть немножечко более подкованной в этом смысле он рассматривает вот эти варны как части тела человека в обществе вот то есть в человеке сочетаются вещи значит мудрости это ашрам его и его профессиональные навыки склонности то есть человек делает то к чему у него есть склонности не потому что там его заставляют а потому что он вот для чего каким он родился вот соответственно что у нас есть брахманы это учителя священники духовные сотрудники ну да священники дожицы да и учителя духовные это голова общества то есть они ничего не делают но они говорят что делать всем остальным то есть они принимают решения они видят именно со своего высокого полета видят как должно общество развиваться и соответственно голова общества да которая направляет собственно куда двигаться значит следующее у нас это кшатрии то есть кшатрии это воины правители и дворяне так я написала значит а кстати про брахманов вот я тут еще прочитала что это тот кто знает цели смысл жизни кто думает кто говорит и собственно это самое интеллектуальное вот сословие мудрые люди которые нас убрали да то есть это давать людям знания да у нас как бы все это немножечко да кшатрии значит это воины и управленцы то есть это не только вот которые там рубят то есть это именно вот такой менеджмент активный который управляет управляет обществом то есть знания исходят с головы а кшатрии уже начинают активно руководить руководить потому что кшатрии это руки то есть это все происходит управление с помощью рук. Управляющий, административный класс. Военные тоже относятся к этому классу, то есть это такова их природа. То есть, по-моему, как-то даже тут кшатрая означает что-то освобождение от боли. Ну, так вот, дословно, освобождение от боли, то есть делать так, как надо, то есть защищать от каких-то нехороших там людей. Вот, и, значит, здесь для этого класса необходимо даже иногда, даже написано вот в ветах, как Александр Хакимов сказал, что даже иногда показано применять насилие, когда оно нужно. То есть, вот это такой класс шатриев. То есть, дело их усмирять, руководить очень энергично. То есть, это руки. Дальше третье сословие людей. Это торговые сословия, называются они вайши. У нас в Советском Союзе вайши был изображен, как вот такой вот капиталист. Помните, как он, дядюшка Сэм назывался? Где у него доллары были в глазах, такая шапка, он толстый, в каком-то мешке сидел. И для нас это было что-то такое очень... Паразит. Ну, негативное. Павлик Морозов его выдал. Да, Павлик Морозов его выдал. Своего вайши домашнего. Вот. А в обществе санатана дхармы вайши были очень важной частью. Это богатые люди, торговцы, которые занимались благотворительностью. Они были благочестивы, естественно, по своей природе. И то есть, это... Им не нужно, так скажем, быть в активном направлении, но они поддерживают всю экономику общества. То есть, это не с помощью жадности какого-то в современном мире, а с помощью именно своего благочестия и, так скажем, направления ресурсов, куда надо. И денег в том числе. Да, то есть, в ведической культуре способность быть богатым и благочестие, они совмещались. Это вот разговор о том, что благочестие, духовная практика и материальная несовместимы. Неправда. То есть, по задумке вот той самой прекрасной, которая до нас не дошла. Торговцы, богатые, состоятельные люди, это благочестивые люди, которые поддерживают полностью всю экономику, и в том числе и помогают более мирные люди. Да, и помогают налогами, шатринами и бракмами. И бракмами. Да. Своими налогами. Или просто даже на самом деле им было предписано поддерживать и жертвовать, жертвовать и жертвовать. Потому что они здесь, так сказать, немножко, может быть, не так не догоняются, мы заложим, и поэтому, чтобы им на помощь приходят как раз их средства пожертвования. И через пошутки они получают благо. Четвертый класс людей, соответственно... А, ну, а большие это животик. Да. Животик. Животик, конечно. Животик. Ну, да. То есть, ну, животик такой с добром. Да. Что касается четвертого класса, значит, это шудры, это ноги. И это неплохо. Это, наоборот, это опора всего общества. Вот. Что-то Михаил нам написал, посмотрим. Human design. Ну, мы обсудим. Хорошо, это в вопросах обсудим. Да, у нас будет время для вопросов. Скажем, пожалуйста. Нет, ну, мы обсудим это. Именно у нас будет часть вопросов. Собственно, вот, про четвертый класс. Значит, шудры, ноги, опора всего общества. Это самый важный, самый многочисленный класс. Потому что эти люди поддерживают деятельность всего тела. Опора. Рабочие. То есть, у нас в Советском Союзе рабочие заняли, как это называется, ну, по задумке, да, были, должны занять место головы. Конечно. У нас были ноги души, да, были души. Ну, то есть, это немножечко, да, такое извращение, вот, той самой разумной системы, которая изначально была предусмотрена в человеческом обществе. То есть, это не голова. Общество, шудры, это те, кто служит, так скажем, остальным трем. Но, при этом они являются опорой, да. То есть, это не считается, что они какие-то там дурачки или глупые. Это не так. Просто, кто считается разумным человек? Чем больше человек думает о своем благе, тем он менее считается разумным по виду. Чем человек меньше думает о благе о своем, а больше о благе общества, тем он более разумный человек. То есть, это уже, так скажем, более высокий духовный уровень. То есть, разумные люди, те, кто думают о благе всего общества, это, в общем-то, я думаю, да, какие-то голова все-таки по задумке. В общем, и каждый находится на своем месте и получает все, что ему нужно получить, в общем-то, когда он там не стремится стать кем-то. Он максимально проживает свою жизнь как раз такая низкая, низкий химнадизайн. То есть, это было просто гораздо древнее и глубже. Мы, естественно, только самое общее говорим. Это вот это традиционно в ведах это человек, это называется Пурша. Человек Пурша, значит, человек, вот это вот Пурша, его руки, ноги, голова, это разделение его обязанностей. Харм. И смысл вот этого разделения это не в том, чтобы быть именно там Шудрой, Вайшей или там Брахманом. Это все временные материальные обозначения. Смысл в том, чтобы освободиться от этих названий, осознать себя как душу и как этого достичь. И вот здесь у нас вторая часть вот этого сложного названия вступает Варна Ашрама Дхарма. Неважно, кем ты родился, Шудрой там, кем ты стал, да, после рождения, Шудрой, Вайшей там или Кшатрием или Брахманом, ты проходишь четыре этапа своей жизни. То есть вот у нас горизонтальная была история, горизонтальная история Дхарма, теперь пошла вертикальная. Вертикальная это духовное продвижение. Любой человек, будь он Шудра, будь он Брахман, он проходит четыре стадии жизни. Тоже их четыре. Вот, как они называются? Я тут картинки приготовила смешные, но, пусть будут. Да, раз у нас вот они, Ашармы наши. Ой, сейчас. Значит, первый у нас этап. Этап Брахмачария. Это период ученичества. То есть это возраст, ну, скажем, до двадцати, до скольки там примерно? Двадцати пяти, обычно считается. До двадцати пяти? Ну, как раз ровненько. Ты как раз заканчиваешь школу и уже заканчиваешь институт. А где Ашарам? А, вот он. Заканчиваешь, собственно, школу, заканчиваешь институт, и даже бывает там какой-нибудь аспирантуру, двадцать пять, обычно ты примерно уже... Значит, Брахмачария это период ученичества, то есть когда человек, опять же, неважно в каком сословии он родился, когда он отдается на обучение то есть это до всего происходит, то есть гуру-кула, да, вот эта школа, где ребенок служит гуру, учится у гуру, то есть учится тому, что такое, собственно, духовность и как с этим быть. То есть вот, значит, духовный наставник обычно выглядит как вот этот вот мужчина с замечательной палкой. Ну, то есть вот... Где-то в казахстанах. Где-то в казахстанах, да? Да. Соответственно, ну, примерно так выглядит период ученичества. То есть когда человек закончил период ученичества, он должен жениться обязательно, чтобы накопить мудрость, потому что ниоткуда она не свалится. Просто так вот ты не сможешь уйти там и если только тебе там с детства монахи не отдали, ну, бывает и такой вариант. Ты хотел сказать, что там... Да, то, что это существует, это не какое-то там прошлое, это какие-то традиции исторические, да, существуют до сих пор. До сих пор есть, да. И даже даже в России это есть такое. Есть. Гурукулы, да. А в рамках у нас так как-то сказать кришналитов, так называемых, у них есть вот в городах свои тоже есть так называемый гурукул, куда... Ну, как детский сад, аналог детских садов, только, так сказать, только для, как они говорят, преданных, только для тем, кто... семьи для семьи кришналитов, потому что там определено, естественно, ну, углом, скажем так, и весьма интересно, то есть там дети есть как в садике, есть уже, так сказать, школа такая. Это не впечатлилось у вас время. Да, значит, второй этап. Вот закончилось у нас обучение, вот думаем, заживем. А нет, а там грехастха нас поджидает, домохозяин. Да, был грех. Жизнь на грехе. Да. Дальше вот, ну, и понеслась. В общем, ну, да, жизнь боль, как говорится. Вот, значит, домохозяин женился, и что происходит? Рождаются дети, обретаются мудрость, много отдаётся деятельности, много творческой энергии на всё. То есть это период самый-самый активный, который вот у нас сейчас происходит. И как раз вот этот вот период требует того самого уравновешивания, которым говорится в книге «Начни с главного». То есть вот это тот самый период, где мы не можем уронить ни один шарик. То есть вот мне нравится, как это всё переплетается, не знаю, я вот вижу связь. Да, то есть это не жонглирование, это мы стараемся всё-таки их удержать и не разбить. И это тот самый период грехастхи, активной жизни, когда у нас есть дети, когда у нас есть социальные обязанности. Семья просто у тебя кинует. Да, значит, дальше. Следующий период у нас, вот, и вот дети выросли. Что же, блин, ну простите меня за эту картину, что же делать? Ну вот, два напрасных, это уход, отдел пенсии. Просто мне так понравился бабушка Энтони Хопкинс, ну я просто обожаю. Что означает этот период? Значит, мы передаём дела своим детям, там, бизнеса там какие-то, неважно. Садимся в электричку, вот у нас тут атрибуты духовности православной, почему мы и не в Москве, и потихонечку начинаем перебираться на дачу, то есть столичная жизнь уже как бы нас не особо интересует, но вот это пенсионное состояние жизни, и нам как раз нужно посвящать в это время уже мы можем немножко вот этот баланс изменить, то есть мы должны, мы уже не сильно работаем, можно сказать, вообще не работаем, и больше времени посвящаем именно духовным практикам. Вы считаете, что пенсия как-то смещается в сторону 65 в последнее время? Да, то есть нам приходится в грехастке очень долго находиться, поэтому вот почему йога нужна. Здоровье сохранять как можно больше. На зло пенсионному фонду. На зло пенсионному фонду очень долго быть активным. Вот ко мне папа приехал, ему 67 лет, он занимается спортом всю жизнь, он такой молодец. Да, я должен бегать в марафоны, нормально бегал, то есть сейчас. Он с первого раза сделал сурину маскару все, вообще у вас проблем с прыжками, но это потому, что важно поддерживать себя, поэтому, когда мы говорим о грехастке, о семейной жизни, мы все равно должны хотя бы немножечко практиковать, даже если с трудом получается, даже если баланс очень такой, как бы, кривенький, но чтобы пенсионному возрасту мы хотя бы остались немножечко, чтобы вообще можно было продолжать что-то с этим телом делать. А чтобы мудрость, которая получилась, то можно было бы оплатить. Да, чтобы не закончилось все раньше времени, чтобы все-таки как бы ближе к 100 годам вот эта жизнь. Да, вот соответственно этот вот уход от дел, пенсионный возраст, и мы больше времени посвящаем духовной практике, то есть время духовной практики, там, йоги, неважно, оно увеличилось. И дальше мы переходим к последнему этапу жизни этой дхармии, это саньяса, стадия полного отречения от материального мира. Я почему-то вспоминаю из мантр слова Джангали Гая Мане, лесной отшельник, в связи с этим вот у меня такой лесной прекрасный лесной лекарь. Да, вот значит так выглядит лесной отшельник Джангала Гая Мане. Соответственно, вот бабушка Хопкинс доехала до дачи, и вот что случилось через сколько лет? Ну, через сколько-то лет вот во что это превратилось. Он корсиночку уже оставил, она не нужна ему. Соответственно, эта стадия жизни характеризуется аскетизмом, полным посвящением самоосознанию и подготовка к моменту смерти. То есть, это подготовка к достижению собственного общего. А он же вообще? Он жив, он счастливый. Может он уже? Нет. Вот, соответственно, вот это духовные уклады жизни. То есть, мы рассмотрели Варны и мы рассмотрели Ашраму. То есть, в любой Варне вот такое вот идет продвижение. От обучения до отшельничества. И если нет этих духовных укладов жизни в обществе, то тогда возникает вот это самое такое неприятное чувство, которое я в себе не люблю, движет такая, это зависть. Мы начинаем завидовать, есть люди выше нас какие-то, вот у них там то, у них там все. Соответственно, когда есть уклады Ашрама, ты как-то больше сосредоточен на каком-то вертикальном движении и, естественно, выполняй свои обязанности, к чему у тебя есть склонности. То есть, это мудрое знание. Поэтому в духовном смысле нет разницы, там, царь ты там или царь слуга Бога и не знаю, там, кто угодно тоже слуга Бога, там, в каком бы сословии он не родился. Потому что все окажутся вот в этом лесу. Я скажу просто, сейчас вопрос, который мы вылили, что я зашал на его даршинах, он там что-то говорит там, а как мне найти свое предназначение жизни? Ну, там же снято западочники, а как мне найти свою дхарму, как мне знать, что это маят-харма? Западочник даже вообще находится в каком-то вакууме, вот есть эти вот школа, института работы, и вот и все, собственно, все ступени, которые можно взять дальше, какая-то жизнь. И все. И дальше жили как хочешь, например, как мне найти дхарму, как мне понять, что это моя дхарма? Там же гиды говорят, чужая дхарма опасна, опаснее смерти. Лучше плохо выполнять на своем, чем хорошо чужую. Кышна не написал гиду для западных чайников. Ну, в общем, подытожив вот эти варна-ашрамуд дхарму, есть в этом большой, конечно, общество остается стабильным именно благодаря равенству в плане того, что перед смертью все равны оказываются. Все оказываются в лесу, в зеленом мхе, так сказать. Ну, не знаю, лес это понятно. в туалете все равны царик и шуру. Ну, и в бане тоже генералов нет. Надо на Майсоре повесить табличку, на Майсоре генералов нет. Вот, соответственно, мы сейчас планируем сделать пятиминутный перерыв. Можно, мы хотим сейчас показать небольшой ролик. У нас есть записи с Шаратом, когда он был последний раз в Москве, и мы его попросили, вот Михаил Константинов придумал авантюрную идею провести вторую серию. Так и продавил. Да, он не хотел, но согласился. Это было очень непознавательно. Халф интервью было очень мало людей. Собственно, мы сейчас покажем маленький кусочек вот с одной камеры, и это как раз будет в тему продолжения того, что будет. Да, продолжение темы про гуру. После перерывчика небольшой я расскажу про учителей гуру. Почему интересно? Потому что как Шарат, я как-то резко с этих харф перескочила. Ну, в общем-то, все понятно. Чтобы на маленькие мозги сейчас не вскипели. Да. То есть, мы говорим про баланс, которого нет. Ну, вот смотри, значит, у нас вот она вторая серия. Это было сентября 2014 года. Да. Это было за два месяца, до Миши. Миша родился через полтора месяца. Да. Полтора месяца до рождения Миши. Таня здесь как раз живет. Вот наш любимый Шараджи. Не слышим ничего тут, да? Не слышно. А, слышно, вам слышно, надеюсь. Это вот кусочек мантры. На фашбатанасане, это последняя фундаментальная поза стоя, Шарад стал останавливать уже почему-то людей. Он уже на Сурином Аскаре понял, кто не справится. сейчас будет после этой истории начинается вторая серия по шансам. Класс. Вот, вот. Он почему-то уже, видите, говорит, иди первую серию делай в уголок. Не все почему-то как-то позитивно реагировали. Мы потом еще расскажем, да. Шарад не разрешил говорить вторую серию. Почему-то некоторым сразу. Даже не глядя на их вторую серию. О том, что Мулабанха это видна. Вот Дима там ухтит. Наши все друзья прекрасно. Все происходит в пране на Тимире. Вот. Это я была. У меня в животе Миша там. Ну, собственно, вот мы продолжим с записи с камеры Михаила Константинова. Собственно, вот как Шарад останавливал людей. Немножко поговорим про отличие от горы. Сейчас у нас будет пятиминутный перерыв. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Нам очень классно. Можно в чате пообщаться пока. Пока мы включим чат. Мы уже включили. Все. Тогда через пять минут встречаемся, если вам не надоело. Так. Так. в чатах с походу. В ка Продолжение следует... 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 В чем разница между гуру и учителем, который передает метод от гуру? Скажем, если мы говорим о рамках штанги, у нас есть парампра гуру именно, парампра это линия учтейна, это линия гуру практически. Ван де гуру нам, который поклон не гуру, а гурам, это множество числов, гуру нам это множество числов. То есть самые бесконечные линии туда? Ну да, она традиционно уходит в Индии, как мы западные считаем, откопали там эти останки Вадахи Джойса, откопали останки прах Кришномачарии, повязку нашли этого рамана Махмачари, окей, его доказали, а дальше типа все эти западные фантазеры, все эти книжники, вся эта линия поэта. Ну окей, это было уже лично, а традиционно продолжается дальше уже к бесконечности ходь до Шиевы, родоначальника, основателя Йона. Адишеши, перевыше. Да, ну Адишеши, естественно, или там, ну, Патанжи, то что я как бы вот таким, как бы для нас мифическим фигурам, или к там, к вишну. Западные средства, или там, прикисывают по Танжелику, какие-то там, когда-то на Шиевре, ну все что, вот эта линия идет в бесконечности. Ван де Куру нам, поклон всем уйдет. И в нашей традиции Ашлан-билинге это вот текущий Куру, это хранители говорят, хранители традиции, это Шарат Джойс. Он называется Парамагуру. Да, он получил даже звание, титул Парамагуру, где-то года два, буквально два года назад, два года где-то, первые три года. Два-три года назад он получил титул от Садху в Ришикеши, то есть город, точнее, правильно сказать, Ямалай, там, это такие низкие. Предгород Ямала, Кутаркаши, то есть, по-моему, вот этот все район, в общем, таких весьма интересных товарищей к Садху получил вот это звание, заслуженный, да, Парапарамагуру. То есть это Гуру Парампары? Да, Гуру Парампары. И Парамы, это значит, высший, высокий, как бы. И в рамках нашей традиции, естественно, учителя это те, кто считается, ну, актрезованным. Там обычно актрезонные, там были сертифицированные. Как бы какая-то градация учителя. Кто получил бумажку? Так или иначе. Все учителя, не знаю, лэвл там, два, три, там, неважно. Ну, всего три бывают. Ну, у нас, да, есть авторизованный лэвл первый, уровень второй и, соответственно, уровень третьи, это называется сертифицированный. Сертифайт. Потому что часто путают. Вы сертифицированы авторизы, а учителя штабные. Я говорю, да. Формально у нас есть авторизонный один, авторизонный два и сердце сверни. То есть, короче, это все учителя. То есть, гуру среди них нет. Гурующие могут быть, но это их проблема. И вот такая вот у нас есть система, которую Шарат пытается раздевать, чтобы знание не оставалось и шло. Вот оно, естественно, вы все видите, знаете, оно идет в массу, весьма количественно сейчас активно в последние годы. И даже Шарат, он там строит, можно будет? Да, Шарат уже строит новую шалу. Он уже действительно строит новую шалу. Он уже от этого винар, можно сказать? Никому не говорите. Да, в следующие годы, можно корректировать его 50-летию. Там активно идет ремонт уже. Да, в следующие годы, я думаю, как раз от него 50-летия будет, мне кажется, он успеет переехать в новую шалу, которая будет вмещать уже чуть-чуть побольше людей, скажем. На лет-классе будут вмещаться все. Все, да. И это не гакулан, кстати, да. Это рублевка индийская больше, вайсорская нас не будет. Жуковка это. Жуковка это. Там наши специалистические рублевки, это югинские рублевки, значит, все, мы заряжаем уже. Попроще район будет, но я думаю, он цветет немножко. Ну, это да, не суть. На суть, что он пытается, как раз, вот, всю систему очень трудно, я, так сказать, чуть-чуть, чуть-чуть, очень трудно передавать все эти, вот этот метод, аштанги, дальше, вот, скажем так, по миру, да. Пытаться, чтобы он не искажался, не терялся. Свои выдумки там. Да, авторизация, она сама по себе, естественно, тоже не дается, вот, ему там печать, и вот он будет прям автоматически передавать как надо это. Я по себе знаю, что я тоже с годами только все лучше стал понимать, в чем, так сказать, в чем заключается передача метода и как его сохранять. Сохранять. Нет, от себя неоспязненно, так сказать, не делать. В общем, авторизованных много и далеко, так сказать, не все гарантированно там. Не все авторизованы одинаково. Да, мы разные интересные стороны. Я бесполезно авторизованный вообще. Что говорится. Только говорить могу. Китайцы. Ну, нет, китайцы молодцы. Но китайцы надпеть могут быть. Нет, они, кстати, очень дисциплинированные. Китайские студенты. Понятно, да, окей. И есть вот такая, сначала, кажется, для западного человека, как раз, на самом уровне, детальность, неуловимая, трудноуловимая разница между гуру и учителем. Если простым, языком-то гуру, как минимум, таких численных, каждый имеет больше, больше опыта, чем большинство, собственно, студентов. Или большинство его учителей, его студентов, его учеников, его учителей. Он просто имеет огромный опыт. Шираты, это все есть. То есть опыт в годах, так и... Мой, простите, бэкграунд рождения в семье Брамина. Да, в сериях, и в семье Брамина, и в семье еще, так сказать, удачно. Своего же учителя эта цель тоже не типична, а не является обязательным. Это не есть как-то неприемственное к семье стоматологов. Это совпало для нас удачно, что он мог жить вместе с своим учителем и провести столько времени, сколько он... То есть не мог себе позволить даже, будучи там в Индии. Другие ученики Джойса так не могли. Даже индийские, наверное, запахли. Субъективность. Да, и вот, собственно, у меня была там основка, тема такая, что почему учитель видит йогу субъективно, а гуру, скажем так, объективно или объективнее. Метод, метод, правильно сказать. Вы все знаете, что метод шланга йоги, он описывается буквально в нескольких словах. Тристана, или там открываешь сайт Шарат, и там вот статейка на пару минут прочтения. Вот вся метод, весь там, практика. Все там. Виньяса, что такое Виньяса? Тристана, что такое Тристана? Ну и там, собственно, вот дальше набор поз. И люди, которые там видят это, которые хотят разнообразить свою карьеру, думают, ну, в принципе, Тристану я возьму в свой арсенал, дезинфицирую свой йога-пакет. И окей, я там еще такие усилия, так выучу, можно и так все, можно учить. Я примерно так с этого примерно и начал. И потом оказалось чуть-чуть все сложнее, и поехал в Байссор уже разбираться. Поглубже, да? Поглубже, да. Все разбираться, и так сказать, да. Так и выяснилось, что что-то там есть и больше. Так как раз вот только через много-много лет ты вот эту простоту, которая вот описана этим вот одной страничкой, можешь передавать, не примешивая, или все меньше-меньше-меньше, примешивая своего, своих мнений, своих историй. Домыслов. Домыслов там или там. Травм опять же. Да-да-да, своих искажений. Искажений, да. Чем вот дальше, ближе как бы вот годами опыта, ты уже лучше понимаешь, где вот эта вот чистота метода, или эта самообъективность, или странички короткой, а книга, там, Аштанга, очередная книга, как Шарат любит, вот написал книгу очередную, чтобы, так сказать, рекламироваться. Книга Барышникова, там, очередная, первой серии. И я так это проходил, я тоже не мог понять, почему там Шарат так немногословен, почему он не дает, где секреты. Все, ну и многие жалуются, он не приезжает в Майсор, меня там не... Встреканасты не правят. Да, они правят, они не правят, меня там чувствуются обделенным, и вообще там, где там был курс Шарата для первых курсов в 2014 году, Пантошка проводил, курс для авторизоляции, пригласил, он бы там, проги приехали и ждали, тоже, что мы будем сейчас разбирать, там, в принципе, мы разбирали какие-то посты, ну, разбор был очень такой, тоже, окей, приканастно, там, возьми большой палец, смотри на руку, типа, а, двечкам, что делать, двечкам, в этой позе, там, просто взял, а, ну, пусть согнут, колено, типа, вот и все, там, не знаю. Палец пусть захватят. Да, пальцы там, то есть были какие-то, может быть, небольшие, в целом, ничего такого там, секретного не было, и я знаю даже некоторых людей, которые оттуда просто взяли и уехали, потому что такие вот... Типа секретов не дали. Да, они такие модные, я видел, они такие модные, у себя известные там на районе, и вот фукнули, и уехали просто, господи. Интересно, ну, как-то свои... Да, да, это поразительно. И как раз это ожидание от гуру было увидеть какой-то этот... инструктор увидел, они не гуру приехали, а гуру, собственно, это фигура, которая... фигуру. Фигуру. Тут есть там... Да, картинка вот про фигуру как раз. Ты хочешь про... Ну, сначала мы же то, что вот как раз ожидали люди, которые приехали, видимо, на курс, ожидали, в принципе, от Шарата. Это вот ожидания были, считай, пока что. Ожидания... Ты про ровутер спиричал? Не, 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 не. А, как раз там... Да, 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 да. Вот это было ожидание, что вот Шарат на курсе, он расцветет, как Лотос, и все секреты откроет, потому что просто он не успевал, и не там, не как-то считал, он недостойный там, среди масс всех там... Двенадцать с половиной шагов. Да, что он даст двенадцать с половиной шагов к духовности. К духовной... К духовной... Как это? Духовным... Не важно. К духовности. Ну, вот так все будет выглядеть, так красиво. Вот, например, вот известный товарищ, он очень хорошо парадист, йогопарадист, очень прям рекомендую найти. Вот это Джейми Сирс, его рекомендую найти. Да, он сейчас, да, забавно. У него видеоролики есть, правда. Ну, он может открыть на английском, он может пригласно все там, все эти наши клише, йоговские там, ультра... Но они видят другое, они видят... Да, а потом они приезжают в Майсор на курс, и вот такое видят... Очень строгое лицо. В принципе, это вот основная инструкция, которую ты видишь от Джарата. Ты косячишь, он вот такой делает лицо, и ты сразу же находишь нужное решение. Без лишних слов. Это вот, в большей части я вижу такое лицо. У меня, когда Джарата представляют, у меня вообще там такие не представляются. Он, да, строгий. Он держит такое лицо, чтобы как раз не могли представлять с двороскими вопросами. Думаешь, так, можешь не спросить. Но видишь его лицо, так и думаешь, ну, наверное, это не так важен мой вопрос. Вот, и гуру в целом как раз молчалив и дает такие только краткие необходимые инструкции. По этой причине... Вот ты там в своем супе варился, пока не созреешь. Да, потому что сам учился ходить. Не вмешивайся, и метод, как раз в этот случай, для практика. Практикуй, и все придет. Вот это оно и есть. И гуру, он очень важен, как фигура, которая влияет, как вот что-то, так скажем, мы говорим, что-то высокое, идеал там. А если находишься в его присутствии совсем рядом, это будет совсем энергетическое присутствие. Все равно будет влияние как бы далекое, можно скажем так, ты дома находишься, там есть фигура. Или когда находишься в шаре-шаре, там это, и те знают. Как говорят, присутствие, энергия. Она тебя трансформирует сама по себе уже. Конечно, это важно. Это как на уровне, да, просто энергии, на уровне его, даже его понимания, его взгляд практики, он висит в воздухе. Да, ты вынужден. Да, я, например, в то время обувлекался как раз этими вот секретами. Искал как бы как, что там, как эту позу сделать, искал, исследовал, читал. Мне понравился подход к чем-то Фримену, я многое вот ее тоже там прям копал и очень активно ей все мне нравилось. Я всегда, когда приезжал в Майсор, несколько дней у меня как-то все это отваливалось. Просто так раз и как шелуха. Я снова чувствовал, мне как-то оно все прям само не хотелось. Как-то раз, ты просто делаешь положу, что там идет и все. У тебя очень было там очищение интересное. Видео покажем сейчас? Или у тебя есть еще что-то? Так, по поводу просто понимания метода, вот, например, у нас та самая вторая серия, которая была в Москве. Все ожидали, что что-то будет там вот такое, ожидали. Но в итоге Ширак просто всех нещадно останавливал сразу и говорил, иди делай первую серию. И вот, конечно, там много было недовольных, кто-то даже дверью хлопал. Даже такое было у нас. Вот, я сидела, потому что после двери я делала вторую серию, естественно. Михаил запретил. Миша, да. Михаил Баршин запретил. Ну, да, но просто были такие, да, эпизоды, что кто-то торговался с ним, например. То есть для нас вот мы уже просто давно к нему ездим. Делал глаза Ширака такие, ну, можно еще одну. Да, то есть не потому, что люди там плохие, они что-то, они просто вот, как раз Дима правильно говорит, на понимании того, что такой гуру. К нему обращались как к учителю. Да я нормально, не волнуйся. Он говорит, остановись, иди делай первую серию. Ты не готов к этому классу. Он прям так говорил. Просил меня подойти, Диму подойти. Это было самое, ну, не то, что, как сказать, но неприятное в плане, ну, то есть ты щелкнул, ну, я понимаю человека с одной стороны, что он вот пришел, я сейчас сделаю вторую серию, я крутой. Ну, или просто я попробую, я хочу. Ну, да. А гуру говорит, ты не готов. И вот здесь, конечно, такая вот внутренняя борьба, то есть одно, что нужно это принять, вот эту гордыню, там она начнет там пузыриться, а у кого-то, наоборот, кто-то сказал, типа, ой, слава богу, вот такие бы я, ну, блин, в случае, типа, ой, хорошо, а то я что-то уже умирать начал. То есть вот разные. И вот этот торг с Шаратом, ну, как это сказать, отрицание, гнев, торг, там, депрессия, принятие, вот это было все вот на этом классе. Просто мы, ну, чуть покажем, да, Дим, вот это видео. Где у нас с Пашасаны, с другой камерой, Михаил Константинов ходил за Шаратом и снимал. Молодец, он, да, он очень круто снял. Вот, собственно, тот самый момент, с которым мы начали. Ну, давайте послушаем чуть-чуть. Как это выглядело? Вообще, это уникальный класс, смотрите, сколько людей мало, и он такие классы не ведет просто. У него сейчас минимум 300 человек. Ну, да, да. Даже на второй серии там минимум там 100 человек было. В Копенгагене было 100 человек. На второй серии было 100 человек, да. Вот он говорит, вон, иди, говорит, вон, ногу. Иди, вот, хитхасту делай. Я перевожу, что Шарат. В тот момент как раз начинается череда, талий, насилий. Чистка рядов. Они пока радуются, продолжают. Да, то есть кто-то вообще прям зорировал его. В том углу были люди, которые не хотели уходить. Рыжие не осуждали. Они не знали. Вот, то есть, мы не знали подход. Выдевали, понимаете, что это? Да. Вот, собственно, первая поза второй серии. Пашасана. А вот первая и последняя. Ну, не самая простая поза для меня. Нет, она своеобразная. Она очень своеобразная. У нас, например, с Димой пяточки не опускается. Ну, у нас все-таки, да, лимбийский туалет-дом. До конца. Такое строение и пропорции. Вот, нашего Джоника. Да, Джон до сих пор помнит об этом. Вот он только получил эту позу. От Шарадова в городу. Точнее, не было. Пусть это, несколько дней назад. Разы? Ну да. Он дальше Пашас не дал. Ну, мы не будем обсуждать чужую программу. Нет, я вам сама отказала. Я вам сказал этот позу. А, хорошо. Молодец. Вот он уже. Прошло пяти лет. Хорошо. Еще дальше позу. Вопрос на следующий позе. Это не пять дней. Ну вот он называется. А вон я сижу там, в уголке с животом. Надо сказать, что он состраданием же. Он состраданием говорит, ну зачем, ну ваша задача сейчас освоить первую семью. Зачем браться за что-то, что травмирует вас. Мы, к сожалению, в Аштабе, когда начинаем заниматься, стремимся. Ну, сейчас я там выезжу, по-моему, там кусочек вставила. Самая любимая поза, которую все любят. Ну, просто к тому, что очень строго он на второй серии у него. Прямо очень строго. Я тогда удивилась, что мне даже хотелось сквозь землю провалиться. Так вот только нет. Ну, что ж, что делать. Вот на секретном вебинаре мы можем делать это. Видите, как власть? А мы не будем это, пожалуйста, запросить. Можно? А вот от просмотра этой позы могут начаться слезы. Очищает не только тот, кто смотрит. Раскрывает сердце. Я, кстати, когда готовилась к вебинару, у меня, ну, сейчас и монтировала все эти ролики, там, выбирала. Вы знаете, такая мотивация на практику была. Обычно я как-то полдня хожу, не могу собраться. А тут нам еще гости приехали. Я взяла этот коврик, забилась в уголок и с таким кайфом занималась. Посмотрите, как это круто. Ну, кто помнит вот это ощущение практики. Поэтому Инстаграм с его роликами, может быть, имеет смысл в плане вот этой активации. Ну да. Я вот пусть поковырялась в этих видео, я уже кайф. Ты сразу же думаешь об этом, об айоге бы только. Хочется прямо раскрыть. Так, почему он сказал, да? Никто не хотел бы пойти, вообще. Я остаюсь смешной. Это был первый опыт Михаила Шаратова. Первая встреча Михаила Барышникова и Шаратова? Нет, не первая. Я же с 12 на первой серии. Нет, это приезд. Потом уже когда он был Майсор, я начал Шаратова. В общем, полную серию он не дал. Здесь нам он дал совсем чуть-чуть. Давай, говорит, делай так. Мы, конечно, были немножко так непрозныты, но не боялись, потому что замкнутое такое пространство, мало людей, и мы не всех знали. Да, я думаю, приятно тебе посмотреть на этот замечательный класс. Там еще онлайн есть. Тут еще есть наверняка. Может, кто-то есть. Ну, видимо, на вебинар закрытый. Кто обычно смотрит трансляции, не все регистрируются. Не все могут, точно. Мы просто в открытом доступе это не можем выложить, поэтому у нас есть материалы. Да, спасибо, друзья. Вот мне, как Таня, скажи, чтобы кто-то остановился. У меня было не самое приятное. Потому что он был особенным, лицо поразительное. Очень поразительное. Да, он всегда был особенный гуру, лицо делал. Давай, говорит, делай, делай, делай. А кому-то он говорил, ты сам останавливайся, не хочешь, делай. Даже нету способствовать, я никогда не прощал. А он, по-моему, так сказать, таких вот, ты часто употребляет. Даже где-то, может быть, он продолжал дальше сам. Он у вас нарил бы, скорее всего. А вот такой момент есть тоже психологический. Или как принять. А ты принимаешь, что там, тебя, может быть, пропускают. Ну, это, конечно, не обязательно работает. Часто такое бывает, что ты хочу, хочу, хочу. Нет, дорогой, ты хотел бы у тебя большая. Ну, пока лопнет. Скажешь, твои огни тогда будет, ясно. Вот, Таня. Давно не видели, что-то с ним было вообще. Ну, кого-то вполне. Надо уже тусовку, йога-тусовку устроить. Йога Новый год. Нет, скоро уже рада в новой шале там все встретиться. На одном классе. Ну, собственно, вот, сейчас уже, видите, все почти остановились. Последняя поза как раз вот. Которая была, в принципе, вот. Да, да. Ничего не раз. Потом ковыркался. Ну, ничего уж. А устали, как все, я представляю. Потому что потом еще мосты стоя после этого. Ну, да, это еще не сам, наконец. Пинченый раз. Ну, вот я, когда эти видео намонтировали, вот, Валя снимает, я когда это все намонтировал, мне так прямо сразу пошло за него. Обычно я сначала работу делаю, а потом занимаюсь. Вторая серия лет класса отличается от первой тем, что в мосты ты должен подняться из последнего моста, потом еще три раза сделать туда-обратно. В общем, нужно турновато и жарковато. Особенно шар, шар. Здесь еще было свежение, но... Здесь еще было свежение, но... Шар, шар. Шар, шар. Шар, шар. Вон, что творят. Что творят, как говорится. Я как... Давай-давай. Давай-давай. Петь. Ой. Да-да. Полетел. Я там просто всегда. Варенца немножко не профигеваю. Да, тяжело. Ну, что сказать. Тяжело. Когда все уже вот это все... Это же мы показываем кусочек маленький, а там-то полтора часа же колбасимся. Да-да-да. Тарасир и Шарар, в мостури, да... Это интенсивный. Хотел уже, хотел уже. А вот все мамы сейчас, Катя, Настя, 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 вообще... Да, и Наташа он тоже. Ну, это, собственно, вот уже. Молодцы матерели. Вот Шарар сейчас у меня. Я ухожу. И он мне в коридоре скажет два слова. Very difficult. Very difficult. Все. Больше он мне ничего не сказал и молчал всю дорогу. Практически... Он спит обычно. Как он в машине. Ну, собственно, вот. Такое вот шпионское видео, которое мы нигде не публиковали. Можно сказать, эксклюзив такой. Здесь мы ничего лишнего не можем. Шучу. Вот. Нам кажется одно. И что-то думаешь, что вот, там запланируем что-то одно. Ну, а гуру говорит другое. Вот здесь. Учитель это не так слушаешь. Поэтому почему вот здесь у нас в Москве к одному учителю пошел. Он тебе что-то сказал. Не понравилось. Я еще пять обошел. Я поговорю к тому, у которого история о штанге совпадает с моей. Да. Выше привез как моей. Ну, я не говорю, что у нас она суперправильная. Я стараюсь все притягивать. Комеря осознавать свою историю. Да. Потому что у кого-то разные просто склонности. Кому-то больше внимания требуется. Действительно так. И они... Лучше вообще заниматься в принципе с любыми, может быть, сказать, там... Какими-то, может быть... Ну, ошибки это неправильное слово. С какими-то нюансами. Но лучше в принципе заниматься, чем не заниматься вообще. Так. Ну что, у тебя есть еще прогнозы? Есть еще прогнозы. Давай. Я думаю, что это как раз придет свой день. То, что у меня вот подписи к инстаграму моему альтер-эго. В инстаграму написано цель учителя вдохновлять на практику. А уже практика, так сказать, сама все, что нужно там сделать. Долго выполняем практику. Сама все сделает. Сама учитель. Да, она сама учитель пишет. Потому что и Таня ее подписала, по-моему. Лучше помнит. Потому что я веду все аккаунты. Таня ведет аккаунты и лучше помнит. Соответственно, я ее посмотрел у Тимы Миллера. Это мне, конечно, одна из аспектов. Естественно, не единственный. Но во многом да. Он хорошо показывает именно наличие гуру. Например, когда ты едешь в шараху. И вот все. Он есть. Дальше там все. Вот тебе поза. Разбирайся. Делай. Just do it. Естественно, вот еще один пример. Кроме хождения, который я приводил ребенка, как научился ходить. Есть, например, уже пример любого возраста. Учитель, например, ну, чаще всего, конечно, тоже. День, например, уже ребенок просто. Учится плавать. Один из методов. Это бросить его в воду. Ну и хохотать, конечно же. Нет, ну и как бы дать ему возможность почувствовать бессилие. Как в план покой. Он так научит плавать. Бессилие. Либо страх перед водой на всю жизнь. Нет? Да нет. Так, чемпион. Нет, бессилие. Он учится как раз плавать. Это, на самом деле, не так сложно. То есть, ты захочешь, научишься плавать. Когда собачьи там, то есть, ты в уши плыскаться, и как лягушка, я разбивающее молоко, тоже всплывешь. Нет. Есть такой метод. Ну, есть метод. Он строг, он строг, он строг, суровый. Но, зато он прямой и рабочий. Если метод есть, значит, это кому-нибудь нужно. Да. И вот от бессилия, когда ты уже, так сказать, все, планеты, вот, терял все какие-то там свои фонтаны, там, эти истории и надежды, ты учишься. Ты учишься. Окей, папа, то же самое вот ты, дают тебе, кидают тебя. Поза, вот тебе поза. Когда ты в ренке думаешь, сложные для тебя, плыви. И, то есть, как бы, тебе не будут, и если тебе будут постоянно там давать какие-то там инструкции, например, том, том первый. Про его. Это большая книга. Первая серия. Это про первую серию только. Так, смотрим в списании с собакой. Что смотреть, вот, например. Так, я вот начинаю делать суренный москар, собраться. Так, мне нужно... Вначале. Так, 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 сейчас найдем. Мне нужно свой суренный москар, собаку, морды вниз. Сейчас, мол, так, тут уже... Тут очень много же. Ставим ясо. На двух руках, вот она. Пождество, я не сделал слайды. Собственно, вот так, как-то, карбей. Столько информации, что голова взорвется. Малые какие-то мышцы там, описание. Трудно перед камерой все-таки же показать. Ну, я попробую. Ну, тут видно, что достаточно много информации. Это все на двух разворотах. Представьте, что у вас там вот эта косточка проходит. Яза 6. Адха-муха-шаванасана. Да, на две страницы. На две страницы. Адская муха. Адская муха кусает собаку. Соответственно, тут сразу и там вариации, и там собаки, и подосная мышца. И там может и лоя. Короче... Ты будешь делать, и свернешь голову. Да. Как раз вот этот момент, когда фраза, что 1% теории... Ну, часто говорят фразу там, 1% некоторые варианты есть. Говорят, 5% теории. Ну, суть, что теория должна быть... Должна быть, она должна быть вот минимальной. Что-то тебе дали форму. И как раз пример, образец, на мой взгляд, это вот Йога Мала. Я сейчас вот, собственно, покажу теперь. Автор Потап Хитчуэрс. Это фраза Йога Мала. Там, причем, половина книги, это... Да, что для сравнения давай. Ну, да. Сбоку шире, толщина. Толщина и глубина там, да? Да. Толщина не означает глубину, кстати. Ну, здесь, ладно, будем еще гневы и собрать. Все-таки полкнижка. Здесь полкниги, это Йога Сутра еще, трактование. А здесь полкниги, вот, как раз полкниги, это индийский, так сказать, индийский контекст. Там, ямы, не ямы, рассказ, а, ну, короче, вот, о йоге. Я подвержусь более специалистом в йоге, а потом уже, вот, вторая половина, рассказываю конкретно о методе, чтобы в контексте этого индийских историй, ну, разложить метод. В общем, собака морды вниз. Как она выглядит? Здесь. Да, либо маля. Она выглядит никак. То есть, собственно, здесь есть метод выполнения первого Сурин Маскара. Вот. Вот. Это все. Да, вот это вот, вот это вот, и на следующей страничке вот еще столько же примерно, как раз, ну, столько же. То есть, полтора странички, вот, это весь Сурин Маскар, не собака, может, и не совесть, а весь Сурин Маскар. А пока, может быть, здесь снимает. Бум-бум-бум-бум-бум. Ну, три строчки. Затем выполняем речеку, выдох, то есть, поднимите талию вверх, опустите голову вниз, прижмите пятки к полу, тяните полностью живот и держите позицию, смотря на свой пупок. Это шестая венец. Это все. Это все, да. Ну и все. А, да, еще есть одна книжка. Ну, там есть еще картинки, ладно. Ну, да. Есть еще картинка, ну, собаки мордые все-таки. А, ну да, вот, собственно, вот, картинка, да, вот, картинка, вот, картинка, собаки мордой вниз, как нарисованная с животом, с пятками, там, то, что описано. Молодой Потап Хиджуэль. Да, 45 лет ему всего лишь. Вот выглядит, кстати, тут очень молодо, как будто ему лет 20. Да, 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 можно посмотреть, как бы там, увидеть, что там где-то все-таки 95, но в целом выглядит хорошо, да. Да, ему было 45, тогда это вот. И вот описание – это то самое выжимка. Описание без себя. В этом нет Потап Хиджуэль с описанием. В этом только метод йоги. Да, вот. Просто, вот как минимум слов, которые весьма коварные вещи слова, передать метод. Слова можно передать метод по-разному, естественно. Показать, есть демонстрация, есть там, смотри и повтори. Есть слова, которые словно в штурме. Видео тогда не было, это был 60-й год, каких-то там онлайнов не было. Через слова включить книгу была возможность. Когда он, кстати, был на протяжении книги много-много раз, так оговариваются. Но помните, что книга – это, конечно, хорошо, но без гуру никакие вам книги и фото все-таки не очень помогут. Постараюсь найти учителя, там, ну, оговариваются, все время отобинают момент, что, увы, как бы у вас нет учителя, у кого-то хорошо, но по книжке выходит, но всегда будут какие-то недопонимания и вот искажения. Даже вот минимальная информация. А если вам надо что-то рассказать, большие истории, как та книга, там то, ты там навыдумываешь, и ты будешь думать, что тебе помогают. А ты через свой фильтр текущий, это все по-своему же? Да. То есть, в общем, то, что вы, большой минус, вы теряете уверенность в своих силах, вместо того, чтобы развивать свою чувствительность и интуицию личную через практику, вы постоянно отгадываетесь на другую книгу, на того там. А этот так сказал, а тот так сказал. Он все время находится в чьих-то историях и свой опыт отбрасываете. Он говорит, да нет, я ничего не знаю, это же авторитеты. Они же, как бы, да, я вот, он сказал, а я вот, нет, я чувствую, что мне плохо, у меня что-то там болит, и, наверное, он все-таки знает лучше. И я сам-сам тоже раньше пытался проецировать свои там, я что-то открыл там, быстрее нам студентам рассказать, впихнуть их в свой опыт. И, как бы, не очень хорошо это работало. Особенно вот, когда я сказал про историю про самородки. Так что, так что да, вот, йога малу оценить сразу трудно. Сейчас она есть онлайн, я скажу, что она есть на русском, и онлайн, и легко найти ее. Ну, это великая книга. Да, но она великая, когда ты ее сам дорастаешь. Чуть-чуть. Да, это нормально, когда вот ты дорастаешь сам, ты лучше видишь опыт. Вот почему Шарат такой, так сказать, немногословный и не тыкать людей, потому что он огромный авторитет, на нем огромнейшая ответственность. Любое сказанное им слово, оно оседает у тебя в голове на всю жизнь. И ты там, скажет тебе, я знаю, вот я помню, мне, видите, единицы, инструкции выдавал, и все я их помню. Ну, там, не знаю, скрученные паршин-канасаны, бей, поставь ладонь на пол, Дима, прижми руку, там, окей, я никогда не забуду, ладонь, прижми, там, я не жмал, что еще там быть, мы сейчас, там, эй, поставь, Дима, что у тебя стопа как-то может в сторону, там, а, поставь ты, все, я не забуду теперь уже, я не смогу это разведить или забыть, и так подобное. Их там не так много простых инструкций. Про собаку морды вниз, которой я озабочился, потому что у меня пятки вставали в ней долгие годы, и другие там разные, там, известные западные, там, товарищи сняли, пытались, что-то там исправили, дотягивали. Ну, я там все тоже, как бы, пытался понять, чему исследовал, например, у меня пятки, допускают собаки, помогут сделать короче собаку, но мне как-то не так, может, интересно было раньше, я, кстати, делал их, и Шаратна никогда еще про нее не говорил. Слава Богу. И это тоже, это не то, что, естественно, ума, самая человек, она говорит, знаешь, что это оправдание? Ну, просто так много людей, он меня не видит, он не чувствует, он все, что надо, увидит и скажет, не спрячешься, вот. Да, вот пишут, что кому-то нужно убегать, да, запись, надеюсь, будет, у нас что-то там пишется, мигает, так что мы на две части разобьем этот эфир, этот вебинар. Ну и что, у тебя все? Думаю, да, то есть развивайте веру в свои силы, в те самые будки, в те самые чувствительности. Часто, знаете, вот такое обвинение, особенно вот в такие вот сильные школы йоги, что это, значит, становится эгрегором, да, что-то некая такая, да, структура, которая немножечко, да, там, забирает какие-то там, ну, я не знаю, как это эгрегор, все же знают, что это такое, что приходится там, ну, люди начинают там гнаться за чем-то, да, за каким-то продвижением, пытаться там в эту систему там всем и вся затащить, и вот, но правильная практика йоги, вот чем, да, хороша? Да, развитие собственной чувствительности, я занимаюсь дома, я прям чувствую прекрасно, что мне, нет, я ни с кем не соревнуюсь, я не чувствую, что этот метод что-то забирает у меня, наоборот, он дает очень много сил, и, кстати, вот это такой, то есть суть в том, чтобы развить как иннергуру, внутренний гуру. Конечно, до него нужно дойти, понятно, что только там внешний гуру тебя приведет за руку, но дальше он с тобой не пойдет, поэтому смотреть, кто там, этот сказал одно, этот другое. Уж раз я говорю, не смотрите в YouTube, Господи. Да, не надо, да, занимай, вот практикуй, все придет, смешная фраза, что придет? Придет чувствительность, придет интуиция, свое видение того, как тебе лучше поступить, как тебе. Понятно, на первом этапе всегда нужен какой-то проводник, но лучше, допустим, это будет один, два, не знаю, гуру учения. Когда начинается беготня по учителям, ну, на мой взгляд, я не знаю, я же не пишу советок. В этом плане зритания, она была более интуитивно, чувствительная. Она всегда как будто выбрал Шарата. От начала она оказалась практически с самого первого времена, но она оказалась в Шарата, с самого начала начиная в своей практике. И она говорит, вот все, а я, естественно, все самые проходил. Где же информация? Как учить? Майсори ничему не учат. Даже не как самому заниматься, не как кому-то другому. Других учить. Я искал информацию. Мы приглашали учителей. Что еще там? Книги, видео. Я там Фримена следовал. А практика это сама учитель? Да. В итоге я пришел к тому, что да. Мне это помогло, естественно. Понятно, что там в главной формуле долго выполняемая практика, сама учитель. Я вернулся к тому, что Даня сразу управляла. Я вернулся к тому, что Мишар отвернулся, но уже к западной. У меня вышел западный ум, а там у вас точно больше, мне кажется. Я убедился, что да, действительно, надо было все так. Я догадался. Да нет, это было не зря. Ну, то как-то сложилось. Любой путь, неважно какой он, это личный опыт, это бесценная вещь. Потому что у нас была еще по поводу материнства у меня такая громкая тема. Я не знаю, кому она интересна. Но это все относится, да, к периоду домохозяина, грехастки. Домохозяин, простите. Да, смешно было. Тут Лена из Ульяновска там кто-то сказал, что, типа, домохозяйкам не надо заниматься йогой, пусть кастрюлю моют, всем будет лучше, а то иначе вся семья, типа, ну мы-то прошаренные, мы умные, мы книжки читаем, мы теперь знаем, что баланса нет, нет равновесия, есть уравновешивание. И грамотная домохозяйка сделает так, что никто не заметит, да, что она на йоге была и что она позанималась. И наоборот, заметит, что все классно, что спокойствие, гормоны в норме, и выглядит хорошо, и не стареет. Уху-ху! Классно? И варит уху-ху! Но по поводу материнства, вот у меня две таких вот, два замечания, мы уже много говорим, но все равно будем продолжать пока, если что, в записи посмотрите. Первый момент был, когда я начала йогой заниматься, когда старшему сыну было уже прилично, то есть он уже не требовал бы какого-то такого супервнимания, ну как прилично, лет пять, шутников. Ну это не первый год в жизни, когда там просто... Четыре. Да, да, все-таки это самое трудное, это первый тысячный год. Поэтому я немножко там, у меня были перекосы, то есть я попробовала вкус йоги, меня просто вштырило, я ехала в машине, помню, по Тверской, с работы, когда у меня постоянно в уме была работа, ну то есть до того, как я начала вообще эти практики какие-то делать первые, я все время что-то по телефону с кем-то разговаривала, даже курить пробовала, ну мне было плохо, ну просто у меня был стресс, то есть это состояние хронического стресса. Мне постоянно звонили какие-то клиенты, постоянно я работала в страховании, это были бесконечные аварии какие-то, ну то есть это такая работа, вот когда ты с ней отождествляешься, то есть это все самоубийство медленное. Я этим занималась пять лет. И вот в конце пятого года ко мне приходит вдруг сначала книжка по транссерфингу реальности Вадима Зеланда, это такой, значит, эзотерика для начинающих. Я вдруг увидела слово осознанность, я вроде дурой себя-то не считала, а дура дурой, да, была. И потом вот йога, я как-то что-то вот как-то вот сама пошла на занятия, увидела рекламу в Петро, что девочка в Батхаканасане, а у меня ноги вот так вверх смотрели, колени, а у нее на полу лежат. А я фитнесом занималась до этого лет семь, очень активно. То есть в девушке можно познакомиться? Да, очень активно. И тут я ехала за рулем, и тут я увидела, какие лепнины красивые на Тверской, на домах. И у меня был шок, что я пять лет вообще этого не видела. Я не видела вообще ничего, что происходит. Я жила в своей голове, то есть я жила в уме и в бесконечных проблемах. Я не была в настоящем ни минуты. И вот, конечно, с этого момента началось. И меня от йоги, естественно, начало штырить. Думаю, все, это все не важно, дайте мне йоги, и больше ничего не нужно. То есть баланс начал нарушаться. Семья полетела... Да, семья полетела вниз. Я признаю это, что это был шарик, да, разбился. И второй этап, уже когда я занималась достаточно прилично, это беременность. Беременность меня научила тому, что не будет такой же практики, какая была. То есть, понимаете, теми отношениями с ребенком я жертвовала, могла пожертвовать. Тем, что происходило уже, когда я была беременна Мишей, но я уже не могла, потому что мне банально ставилось плохо. У меня повышался тонус, у меня живот ставился твердым, были болезненные ощущения. Я, кстати, могу включить видео, где вот, собственно, в тот приезд Шаратаджи, который, где он вел вторую серию. Было на восьмом месяце, да? В седьмом. Не, на восьмом. Восьмом. Потому что оставалось ровно полтора месяца до рождения Вишни. Здесь уже, вот, я занимаюсь. Видите, на любом коврике, в розовой мальке. Это у меня в общем семь с половиной месяцев с руку. Видите, я даже не могла бы его доставить. Руку приходилось снаружи. Вот эти по порядку с темой классики Русьянова, кто-то поставил дизайн, о котором вы спрашивали, а следующее я занимаюсь учебным классом, а за мной занимается Марина Семеновича. Вот так вот. То есть я занималась, кстати, после отъезда Шарата, еще я позанималась, наверное, книгой, людьей, и потом у меня просто отпала способность. Вот типа пришел. Три, четыре, четыре, четыре. Ставались больше. Спасибо, наверное, на эту программу. Время, когда вы видите, что вы ждете, что вы ждете, что вы ждете, что вы ждете, что вы ждете. Время, когда вы ждете, что вы ждете, что вы ждете. Да, да, да. Ну вот, соответственно, такой был опыт именно. Временность немножечко заставила вернуться к этому глаголу уравновешивания. Практика сейчас применится. Она не главная. Вот. И не главная. Ну, в общем, вот примерно как это все. Как живот гонишь? Живот гонишь. Да. Живот гонишь сверху. Я к чему? Потому что практика была другая, вообще другая. И для рождения ребенка у меня был тоже небольшой перекос. Был перекос, что я длилась даже на вечер, чтобы он мне не давал заниматься. Вот это тоже моя ошибка такая была. Да, до холода у меня стоит. Естественно, наклон нельзя было делать, потому что пятку очень сильно давило. Живот. Да, вот, соответственно, помогала ли практика? Вы знаете, такой очень интересный вопрос, спорный. Потому что, когда я думала, что я должна родить очень легко, что я там делала вот эти все позы на раскрытие таза и пыталась там что-то расслабляться, но в итоге у меня не получилось. И у меня было экстренное кесарево. У нас куча историй. Ты же там дышишь, ты же там все растягиваешь. Да. Ну, знаете, вот не надо. Да. То есть я, может быть, вообще не надо было так заниматься. Возможно. То есть вот о балансе мне было тогда известно мало. О том, что надо все-таки... И куча историй в интернете. Куча историй, когда там женщины рубили вот эти... Прямо с коврика увозят нажать. Да. Это вот немножечко неправильная история. А теперь у платышки. Да. Сейчас, конечно, я... У меня приоритет, естественно, ребенок. Ну, первый вот год особенно, полтора, было не так. Мне почему-то хотелось практиковать прям вот... Ну, что-то достало. Кого-то достало. От несуществующих каких-то этих конкурентов. Правильно? То есть, ну, это вообще неправильная история. И, тем не менее, вот это восстановление после рождения Миши и вот это медленное возвращение в практику очень помогло мне оценить невидимые аспекты практики. Не сами позы, не вот эту гибкость, а вообще другие внутренние и более тонкие вещи, да, те же бандхи, ту же концентрацию, способность концентрироваться. И самое главное, о чем аштанга йога у нас? Это о выносливости. Это вообще не про гибкость истории, в принципе. Ну, гибкость как побочный эффект. То есть, практика аштанги – это наработка выносливости. И когда ты даже вот две недели-три не позанимаешься, ты чувствуешь, как бы у тебя бочок этот… Выносливость как бы, ну, немножечко снизилась. И опять нужно нарабатывать. К счастью, она все-таки нарабатывается довольно быстро. По поводу материнства оно очень многого научило. И если я думала, раньше не видела плюсов, думала, господи, ну, вот у Кесарева получилось. И как-то так непонятно, что-то злюсь я на него. Решение сложное. И вроде практика не идет, какая-то фигня. И что-то, ну… И это был, ну, такой вот период помрачения. Ну, я так скажу. Хотя я уже достаточно давно занималась. И вроде читала и книги, и голова казалась мне на месте. Но вот какие-то вот эти вот стереотипы, какое-то стремление. И опять же, как Дима сказал, не прислушиваясь, не прислушивалась к своей внутреннему гуру, да, к своей интуиции. Да, к своему вот этому вот чутью я гналась за какими-то внешними историями. И вот нужна ли женщина йога у вас, видите, все это… Нужна, конечно. Вот сейчас так получилось, что я не знаю, возможно, что это… Не будем, да, сейчас, может, старший сын у нас сейчас попал в больницу. Сейчас уже эмоции, так скажем, не такие сильные, связанные с этим. Я могу об этом говорить. И если бы не йога, честно, я бы, наверное, просто сошла с ума. Потому что когда произошла госпитализация, когда вот эта вся история случилась, у меня была первая… А мы запустили уже курс, мы планировали вебинар, шла какая-то работа. И у меня была первая вот мысль, естественно, залечь на дно в брюки. Я думаю, нет, мы все отменяем, но я просто не могла. У меня не было не просто ресурса вообще. То есть это был какой-то вот кромешный ад, как мне казалось. То есть это вот такая история, когда вы находитесь в центре боли. Если вы теряли близких или проходили какие-то сложные периоды, особенно когда вы беспомощны, потому что это не с вами случилось, случилось с вашим ребенком. И вы находитесь прямо в центре боли и отождествляетесь с ней. То есть вот эта вот такая воронка, которая затягивает. И что мне помогло? Это просто, что я в один день, вот я два дня вообще не могла заниматься. То есть я просто лежала и была невменяемым состоянием. Я взяла коврик и расстелила его и сделала позу стоя. Сделала там медитацию хорошую, сделала перевернутые позы. Я подышала. И вы знаете, после практики такая произошла какая-то штука, какое-то включение такое, что я это не моя боль, что я не нахожусь в центре боли, что из нее можно выйти хотя бы на время, чтобы наработать ресурс. Потому что без ресурса своего материнского я своему ребенку ничем не смогу помочь. И вот это было, посмотрите, короткая практика асан, дыхание, какие-то там гормоны, да, там впрыснулись. Готовы паттерны уже. Готовы паттерны, позитивные. И я вот встала, я свернула из этого коврика, я сижу и понимаю, что ну а что ты истеришь там? Вот есть проблема. Будем решать. Эмоции потихонечку ушли, да, там, ну периодически, конечно, все это, эмоции не до конца может быть ушли. Но в целом, как спасительная такая веревочка. Да, горь и стекла осталось волнением. Я Диме говорю, надо все отменять. А потом включилась в практику. И что, что произошло? Я подумала, что мы сами себе свою нужность можем в этом мире придумать. То есть вот если бы сейчас я не чувствовала себя нужной, да, пусть это искусственно, но пусть мы это придумали, скажем, да, но мы уже в любом случае какую-то свою активность придумываем себе. И вот это тоже очень помогает как-то держаться на плаву и сохранять вот это, ну, хотя бы желание жить, вот, и нарабатывать вот тот самый свой ресурс. Поэтому, что касается практики йоги и материнства, когда вам говорят, что мойте кастрюльки не надо, понятно, что мать должна соблюдать больший баланс. То есть она должна уметь отказаться от практики, если того требует семья. Я считаю, что, сейчас уже я считаю, что так и должно быть. Но вот когда случается беда, когда случается то, что, на что ты не можешь повлиять, понимаете, вот я сидела и понимала, что я беспомощна. То есть ты кричи, вой, там, не знаю, там, рви волосы на себе, там, что угодно, что я и делала в первые два дня. И потом я просто беру коврик, может быть, и еще первая мысль такая, «А как ты можешь заниматься вот?» Бажоризм. А вот голос какой-то такой, я не знаю. А что ты подумаешь? А другой голос. Вот мне замечательная Оля Бабенко, моя любимая, говорит мне по телефону. Она говорит, «Таня, ты без ресурса, бесполезна для своего ребенка. Как говорится, дайте сначала наденьте маску себе, а потом своему ребенку. Пожалуйста, займись сейчас своим психическим здоровьем и своей вот этой вот целостностью. Хотя бы привести в какое-то более-менее стабильное состояние. И я, естественно, через более упрощенную последовательность практики, я не делала даже всю серию, я спокойно занималась. Вот сегодня я снимала видео, может, ты видел там в Телеграм. Мне пришлось раньше уйти, потому что я в больницу езжу каждый день. Дима говорит, «Ну вот, уйдешь пораньше». Я закончила на навасане, потом я сделала перевернутый хорошо две позы своих любимых – сорвангасный, шершастный, лотос. И помчалась в больницу просто другим человеком уже, да, когда я там могла в каком-то состоянии вот этой жертвой. То есть я уже не жертва. Я могу управлять хотя бы чуть-чуть своим внутренним состоянием. Понятно, боль не уйдет. Вот так вот просто ее нельзя там вырезать, выключить. Но как это вербализировать? Ты как-то немножечко от этой боли можешь чуть-чуть на время начать отстраняться. И вот эти маленькие шаги отстранения, они все больше и больше и больше. И в конечном итоге ты понимаешь, что это просто происходит. Вот это называется принятие. Как может человек принять событие, если он отождествляется со своим горем? Вот йога в этом смысле, конечно, уникальный инструмент. Поэтому всем мамам в настоящем, в будущем нужно этот навык закрепить. По поводу закрепления навыка мы будем говорить на нашем курсе. Миф по поводу двадцати одного дня. Это миф. Уже много исследований. Усредненное значение. Как привычку и сделать что-то привычкой. Двадцать один день? Да. Все зависит от сложности навыка. Навык оштанге – это не простой навык. Это не простой навык. И двадцать один день – это, ну, обман. Складный элемент только можно. Да, по большому счету. Мы будем говорить о том, чем разница между дисциплиной, навыком и привычкой. Что не обязательно быть супер дисциплинированным. Я не буду об этом сейчас говорить. Это тема для наших ребят, которые будут у нас на курсе. Мы будем их мотивировать. И, кстати, на нашем онлайн-курсе у нас будет один вебинар, где мы пригласим спикера приглашенного, психолога, психотерапевта и, самое главное, практика аштанга йоги, женщину, мать троих детей, у которой потрясающий опыт в жизни был очень разный, Ольгу Бабенко. Она живет в Берлине. Она с радостью согласилась у нас выступить. И мы как раз будем говорить о том самом мостике между психологией, между нашей всей внутренней западной кухней и практикой йоги. На каком вебинаре она будет? Я думаю, на пятом или на шестом вебинаре из наших восьми у нас будет приглашенный психолог, который мне, кстати, в этой ситуации с сыном очень помогла и продолжает помогать. Да, и Диме помогла. В общем, будет очень здорово. Будем рады. Вот если, в принципе, можно слушать только вебинары, если вас уроки не интересуют, такая реклама здорового человека, ну, просто вдруг, что мы можем предложить. Восемь вебинаров. Каждую неделю также по субботам с пяти вечера можно просто эту опцию оплачивать. Ну, конкретные мы бы, естественно, уже составили план конкретных, кто живут. Тем. Если какая-то каша в голове есть, если непонятно куда бежать, что такое йога вообще, и откуда она взялась, и почему так, почему сяк, на каждом вебинаре мы будем вот эту вот выживку полезности из жизни говорить. Нам этот курс очень нужен, потому что вот эта нужность, вовлеченность и взаимодействие с людьми – это, в принципе, ключ к счастью. Если вы хотите провести вебинар какой-нибудь, и у вас есть какой-то скилл, я вам рекомендую тоже начинать с прямых эфиров, с прямых эфиров. Если что, спрашивайте. Как мы и начали, собственно. Да, я в этом могу помочь советом каким-то. Если у меня будет время, опять же, я не всегда смогу отвечать онлайн, но если что, спрашивайте. Потому что чем больше счастливых людей вокруг, вовлеченных, нужных, тем больше радости и тем здоровее общество. Вот. Я там всю картинку жду вставить. Какую? Я там делал картинки, которые я забыл вначале, но еще не поздно. Какая? Это, собственно, ожидание онлайн-курса. А, ну давай, конечно, давай. Я наконец-то купил курс. Теперь я, что меня ждет. Ну, конечно. Да, то есть примерно так обычно рисуют все вот эти западные сайты. Находишь там такая счастливая женщина в той или иной курсе. И свет сверху падает. Да, свет падает. Счастьем ее все присобрано. В реальности. Ну, это моя реальность, в принципе. Я вот обычно так практикую. Ну да, вместо вот этого горшка там с попкорном Миша может сидеть. Я могу варить что-нибудь еще. Да, все это на кухне. Да, поэтому... Ну, мы не такие. Мы научим, как... Вот эта вот, собственно, теория одной вещи, та самая книга The One Thing, она как раз говорит о том, как закрепить полезный навык, как... На самом деле она звонит Шарату, спрашивает его, говорит, Шарат, вот в этой йога-сутре, я не понимаю. Нет, как в позе правильно делать. Ну, как в позе, говорит, вот там комментарий в Яссе, она говорит, вот я не понимаю. Так, давай вопросы откроем. Что-то мы трендим так долго. Господи, попростите нас, но... Ну, все, мы закончили уже полтавню и... Одна как-то... Если есть вопросы, мы... Чат открыт. Не на долго у нас тут. Ну, не на... Ну, нет, ну, если есть... Семья ждет. Мы тут рассказываем про семью и... Наш стеклянный шарик, да. Да, уже... У нас, да, ситуация. Один, так сказать, дома, один не дома, тут еще и... Короче, семья ждет все-таки. Семья ждет. Вот. Никто не пишет нам. По поводу дизайна вот спрашивал Михаил. Я не вижу связи между варнами и типами дизайна человека. Честно. То есть, я считаю, ну, нет связи вообще никакой. То есть, нет связи. На то, что их четыре, это не значит... Это не значит, что они соприкасаются. Просто четыре. Ну, это, так скажем, некое знание, да, полученное там... Человеком. Так, значит, перечислите, пожалуйста, книги. Значит, по-моему, скажите слово окрас. Так, значит, Виолетта спрашивает. Люблю вас, Едина. Спасибо. Ну, тоже. Ну, так прекрасно. Я прям плакать хочу. Я вообще сейчас на слезах. Ну, простите меня. Мать, которая сына не увидит дома еще месяц, как минимум. Так. Книги, значит. Первая книга называется «Начни с главного». С главного. Автор там два, но вот фамилию одного я запомнила. Папазан. Папазан «Начни с главного». Если вам надо, блин, ну, ладно. Она продается или качается с «Лебуста» через стор. Ну, если что, пишите мне в почту. Все получили с меня вот эти вот истеричные рассылки. Можете писать мне, я буду отвечать. Кстати, по поводу рассылок, скажи. Знаете, это… Про ВК скажи, у нас план. Вы знаете, кто… Да, ребята будут на курсе, мы либо перейдем в какой-то мессенджер, либо будем в ВК общаться. Почему? Потому что вот эту рассылку, которую я делала с вот этого вебинарского сервиса, они попадают половину в спам. Поэтому не очень надежно, а хочется, чтобы все-таки мы были на… Да, благодарю, спасибо. Книги, значит. Папазан «Начни с главного». А потом, значит, очень статью рекомендую в прочтении. Джон Уэлл Вуд. Духовное избегание. Джон Уэлл Вуд. Духовное… Давайте я напишу. Спам попал. Джон. Да, это типично. Да, с современных как бы… Это такой минус почты, что… Посуды любые практически идут туда в спам. Это статья. Вот то, что я написала. Это большая-большая статья. Вот как раз-таки про буддистскую дхарму и мостиком, да, между западной психикой и восточной, что нам нужна более широкая перспектива. Это очень, знаете, прям крутая. Этих видео слайда второй нет в Ютубе и не будет. Потому что это секретные видео, они были доступны только в нашем секретном вебинаре. Будем на курсе тоже показывать секретики. Это такой коммерческий ход, ну простите нас. Да нет, на самом деле. Просто их нельзя выкладывать. Нельзя. Шара просил не выкладывать в доступе. Ну и книга «Начни с главного». Ну это такой, знаете, это книги, если вы любите мотивирующие какие-то книги, знаете, такие вот типа вот мудрый человек посоветовал. Они с западного, скажем. Они с западного. Знаете, Дима сказал, типа, этот коучинг такой. Ну, если вы между строк читаете, «Начни с главного». Папазан. Пишу, не помню, уже кто там. Папазан. Шикарно, я считаю. Это все-таки мы не восточные люди. Если вам говорят «Практикуйте вайрагию», это может действительно означать, что вы практикуете вайрагию, у вас нет ран каких-то психологических, и вы классно продвигаетесь. А если вам скажут «Практикуйте вайрагию», а у вас там, простите, куча неразрешенных эмоциональных проблем, ран взаимоотношений, вы будете просто избегать людей. То есть, ну больно, конечно, я сама знаю, что иногда прям вот это взаимодействие, которое, особенно в которое нас дети наши тащат в мир. Да. Это болезненно бывает. Это очень интересно. И мы сейчас, вот этот самый большой рост для нас – это семейная история. Так что… Гораздо больше, чем я вам ожидать, да, в своем удобном студии. Адвайта видать. Я Адвайту обожаю. Вы знаете, Адвайта подходит очень тем, кто… у кого, да, есть какое-то… как это сказать… ну разочарование жизнью, что ли, вот эта вот стадия… Наелся. Наелся. Адвайта ложится просто идеально. У меня был период такой, когда я просто поедала Адвайту мегатоннами. Особенно меня, например, впечатлила книжка Дэвида Керса. Первая книжка, которая меня просто… Дэвид Керса… блин, ребята, и зачем? Эта книжка, вы не будете спать после него. Мне она просто понравилась, она читается легко. Она очень поэтичная, но… Да, да, ладно. Знаете, по поводу совмещения сейчас я скажу. Совершенное сияние недвижимости. Нет. 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 Недвижимости. Вот, блин. Ну простите. Вот эта книга по Адвати одна из первых, которая… Она художественная. Она более… Ну, она такая художественно-поэтичная. Понятно, да. Просто я до этого читала романа Махарши, пыталась Несаргодату читать, я не понимала. После того, как я прочитала Дэвида Керса, вы знаете, у меня Махарши, Несаргодата, они нектаром полились просто. Но здесь очень коварная штука с отвайдой. Нужно, действительно, их называют высшие врата недвойственных учений. Не все готовы к учениям недвойственным. Потому что это действительно очень такой... Запись будет. Запись будет в двух частях, наверное. Мы куда-то ее зальем и пришлем. Соответственно, совмещение со штангой. Смотрите, у нашего гуру Шарата Джи, любимый автор, которого он читает, это Ади Шанкарачарья. Но это чистая отвайда. И поэтому, я думаю, если наш гуру его обожает и постоянно цитирует, значит, в принципе, она совмещается хорошо. Он не настаивает вообще ни на чем. Он просто говорит, познайте... Ну, он не говорит, познайте атмана, но говорит, ну, дух, познайте в себе, что вы не тело. Мы сейчас просто не будем этих сложных тем касаться. Для меня великолепно сочетается аштанга и отвайда. Я просто... Когда, например, нужно решать вопросы, вот эти вот... И ты еще, как говорится, не просветлен, и ты не нашел вот это тихое место, где там вот эта карма происходит, а ты как бы вот сам, ты, который атман, за этим наблюдают. То есть у нас этого не произошло. Мы живем в относительном мире. А два это про абсолютное. Но эти два подхода... Подходы не избегают друг друга. То, что мы говорили вот про взросление западное, что вот это два пути. Познай себя как душу, но и душа должна познать себя как тело материальное. Для меня вот сейчас адвайда трансформируется вот как бы чуть-чуть в это. Поэтому... Когда приступать к парнэме? К парнэме приступают обычно на свой вторичек. Не, ну что, Шараджи... Теперь две. Ну, после примерно, когда вторую серию вы закончили, примерно. Хорошо, обычно я считаю, ну, твердо освоенный для вашего тела первая серия. Ну да, то есть это стабильность тела и ума, более-менее. Несколько времени, какие-то годы, первые практики, третьей ступени, с которой рекомендую текст начинать. Да, то есть тексты рекомендуют, и Джойс все время это, он там, и Джойс все время упоминал, цитировал. Я в парни, пока не ошибаюсь. Шарад, разбирается, то же самое Шастера, говорит, начинайте с третьей ветвь, с асаны. Твердитесь в ней, тогда уже подноявно. То есть в дважданке это обычно... Твердая первая серия, обычно это Шарад просто дает ее на курс, на результат учителей. Потому что, ну, как-то еще вы не решили, вот тут в Копенгагене, когда заканчивались классы второй серии, те самые 100 человек из 400 оставались, которые, кстати, доходили почти до конца второй серии, по-моему, доходили, да, да, те, кто доходил до конца второй серии, практически, более-менее доходил, тем у нас оставались с ним, в Копенгагене тогда, и делали вот эту вот пронояву простую базу, и достаточно, как мне показалось бы, но там уже пункт какие-то задержки такая не появлялась. Это критерий как раз вот готовки ума и тела. Так, следующий вопрос. Имеет ли смысл приходить на Штангу, если Четуранга не получается? Ну, конечно. Поэтому надо приходить. На нашем, например, упрощенном варианте курса у нас не будет классической Четуранги. В том варианте, который я делаю... Вовлеченный там абсолютно. У нас будет вариант, например, без Четуранги, и поэтому имеет смысл. Просто, ну, надо понимать, куда вы идете, я же не знаю, может, вас там будут заставлять... Сейчас ты расстраиваешь Четурангу, там пишут... Нет, ну, подождите, просто, нет, вопрос не получается. Просто она получится со временем. Если вы ее не будете пытаться делать даже в облегченном варианте, она не получится и в полном. Учитель пытается выстраивать Четурангу, многие пишут, да, говорят, что там учили, там сломаешь то, делаешь неправильно. А вот на учитель почему-то как-то вот таз поднимал там в отличную разницу. Я так устала, так устала. Локти выстраивают. В Йога Васильевского великолепный текст. Особенно вот Сарга о разочаровании. Это мой любимый, потому что... Когда разочарование происходит, помните, вот это вся правда, как жалкое состояние детства, потом убогое состояние юности, там, как ты там бегаешь за женщинами, когда ты уже наелся, да, всего этого. Когда ты приходишь к тому, что... Ну, пилюля Адвайты, она опасна, конечно. Когда ты один раз уже ее съел, тебе потом будет трудно включиться. Просто у нас есть крайности, то есть либо абсолютная, либо относительная. Но не бывает так. Собственно, Джон Уэлл вот в этой статье как раз очень хорошо писал про абсолютное и относительное. Не помню, я тут писала, но я тут заметки делала, не могу сейчас на них судить. Ну, собственно, вот. Поэтому, да. От колен только. Да, она так и делает. Я столько наблюдал тогда первые разы, когда... Можно, простите, я вам скажу секрет, извини. Можно на животе лежать. Мы разрешаем. На животе. Можно лежать на животе. Вы знаете, когда на ленд-классе я была в Майсоре, я же начала ездить с Мишей, когда ему годик исполнился. Это уже был второй приезд в Мишей Шаратов. Так еще я потом трижды съездила. Представляете, как нарушены были балансы, как мои шарики стеклянные уже были готовы разбиться. Но вот это, понимаете, стремление к нектару вот этого вот... Хорошо семья поддерживает. Опьянил нектар тебя? Меня опьянил и нектар йоги. И может быть... Это тоже нормально. Я сейчас не знаю, правильно я поступала, нет. Но я кормила, простите, ребенка, кормила по 3 лет. Боже мой. И вот, собственно, и все эти годы, и все это время я ездила в Майсор. Когда Миша был годик, у него резалось одновременно 8 зубов, когда я была в Майсоре. И я занималась. Я была такая умоданная. Это нельзя просто представить. Со мной занималась вот жена Тейлора Ханта. У них тоже там трое детей. И мы с ней просто лежали тюленями вот так вот. Мы лежали на животах, периодически переоглядывались, улыбались. Типа, ну да, понимаете. То есть еле-еле. Но вопрос в том, что, ну, просто сейчас вот как-то так. По-другому не получается. Есть ли еще вопросы? Все, думаю, тоже уже. Да, я думаю, тяжело столько времени. Но потрясающе. Мне так нравится. Спасибо. Спасибо вам огромное за интерес вообще. Потому что, например, семинар, который не обещает, как разбогатеть за три дня. Почему он вообще набрал какое-то количество желающих его посмотреть в бинар. Это удивляет. Так, работа связана с перемещением в пространстве. Сейчас, сейчас, подожди. Спасибо. Это благодарность. Благодарим. Это, знаете, чувствовать себя важным. Полезным, да. Анечка, да. Я знала, кстати, что тебе понравится. Да, приятно тебя увидеть. Да, поэтому круто. Присоединяйтесь к вебинарам нашим. А что, будем общаться. Можно платить частями, если у вас денег нет. Мы просто бесплатно, понимаете, бесплатно и не ценится. Ну, нет, ценится, конечно. Короче, мы еще стали чувствовать какой-то... Ну, какой-то курс. Вот нам хотелось именно структурный. Мы реально над ним много работаем. Мы прям хотим. Мы горим. Мы преодолеваем наши, видите, вопросы какие-то. И ждем горения, так сказать, с ваших сторон. Да, у нас есть что сказать. И у меня есть еще что монтировать, признаюсь честно. Но я заработаю. Все хорошо. Все хорошо. Да, поэтому у вас всего сердца держитесь. Мы держимся. Вы знаете, сейчас я уже могу вообще говорить на эту тему. Потому что две недели назад я начинала говорить, и у меня начинались эти неконтролируемые... Как это называется? Рыдания, да. Схлипывания. Лед Шаратом будет сниться сегодня. Ах, да, вам здорово. Посмотрите в записи потом еще. Будет еще в записи, да. Закрепить. Чтобы снилось каждую ночь. Вот Татьяна, да, Танечка смотрела, наша любимая. Да, классно. Ну, потому что близкие люди. Спасибо. Я чувствую, прям уже Миша говорит, где там? Да, всем спасибо. До встречи. Адрес мой теперь уже есть у всех. Этот великий спамер Танечка. Всего хорошего. Мастерчики. Ты говоришь омушки. Омушки. Мы очень ультра спиричу. Духовные. Желаем всем хорошей практики и просто радостной жизни. Счастливой. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok